давайте будем начинать и меня зовут антон мартынов может быть вы знали может быть не знали на теперь мы с вами познакомились вот меня зовут антон мартынов я профессиональный фотограф я снимаю с как это меня спросили какого стаж относить недавно и за задумался да потому что любительские фотографии где-то середины 90-х годов это как фотограф как фотограф-любитель а как на профессионал но примерно 20 лет я фотографирую то есть это основной практически заработок до который был у меня вот и остается да тоже как основной заработок но сейчас еще добавилось преподавание тоже в течение уже по моему 15 лет последних я еще и преподаю рассказываю как и что работает и как и что устроено фотографии ну и пытаясь научить людей как можно мы хорошо фотографировать у нас сегодня будет стрим который будет посвящен красивому свету но он не просто так должен обязательно все это сказать да этот стрим посвящен начинающимся скорых курсам которые у нас идут школе профайл и темы которые мы там на этих курсах изучаем частично он затрагивает и вопросы красивого и хорошего света говорим про настройки камер говорим про на то как делать хорошие фотографии я вижу много знакомых как раз имен да эти люди которые учились и передаю им всем привет да где уже приходил на мои курсы и с кем я уже был знаком мы можем начинать тему красивого света фотографии поговорим про свет который является очень важным компонентом фотографии такая картиночка как раз может быть симпатичная заставка к этому небольшому стриму начнем мы с роли света фотографии да потому что нужно понимать зачем он нам нужен и исходя из этого мы можем уже понимать что красиво что нет для чего вообще используется свет фотографии ну то есть тут все довольно понятно первый момент он создает изображение но мы знаем да что фотографии это как раз даже расшифровка рисование светом очень часто любят говорить да фото графе да то есть светом мы рисуем на есть такое вот даже упрощенный перевод этого или там расшифровка этого слова действительно банально но без света у нас не будет вообще фотографии то есть роль света она как бы образующие второй момент который для нас важен это передача объем то есть при помощи света мы можем передавать объем мы можем показывать форму потому что когда мы смотрим своими глазами на какой-то предмет или на какую-то сцену то все довольно понятно то есть нам понятно что ближе что дальше наш мозг и наши глаза позволяет понять глубину сцены объема предметов которые мы видим перед собой но если мы видим фотографию то она плоская да у нас нету параллакса у нас нет возможности оценить расстояние до каких-то объектов все ложится исключительно на работу мозг до определения объема определения глубины да и конечно мозг со многими задачами справляется вот отлично прекрасно с этим может разобраться с этой глубиной с объемом даже если мы рисуем просто линиями да вот как бывает дети рисуют какие-то рисуночки мы все равно понимаем что это за форму которая не рисует на но лучше ему помогать вот и помогает при помощи света и проект на тоже поговорим еще что помогает нам делать он помогает расставлять акцент то есть если у нас где-то фотографии хочется что-то подчеркнуть что-то показать более детально что-то чтобы мы на что-то обратили внимание то это можно выделять светом в тьму убирать то что не нужно на свет выставлять то что нужно ну и четвертый момент помогает раскрыть некий сюжет или создать настроение в кадре это тоже очень важный момент да то есть вот если у нас есть какая-то задача в кадре если мы хотим что-то рассказать у нас есть какая-то цель которая стоит перед фотографом должна всегда стоит перед фотографом некая цель вот и свет помогает нам эту цель лучше воплотить фотографии вы можете добавить свои какие-то моменты то есть из вас вдруг возникнет какие-то такие вот моменты из серии того что вот в этот список что-то не вошло вы хотите сюда добавить то на в чат вы можете написать свои соображения для чего еще может использоваться свет фотографии ну и вот начнем чуть более подробно и вот так первый слайд нам показывает как раз фотография которая была сделана без света то есть если мы не используем все мы получаем такой прекрасный прямоугольник а вот замечательная совершенно фотография получается ничего не видно поэтому этот момент мы опускаем и все понятно что свет нам все-таки нужен для получения фотографии про объем тоже довольно все понятно при помощи светотеневого рисунка то есть когда у нас с одной стороны есть свет с другой стороны есть тень какие-то определенные переходы получаются световые да у нас это теневые да им на у нас остается форма получаем объем с акцентами ну лучше всего видно или лучше всего можно посмотреть как работает с акцентами в театр если вы пойдете в театр то вы сможете увидеть кино тоже но в кино в меньшей степени а в театре в большей степени вы можете увидеть как осветители те которые подготавливают сцену да и которые работают над свет теневым рисунком спектакля они работают над тем чтобы расставить акценты где нужно то есть вы увидите да что там не знаю там за кулисе она в темноте а вот на переднем плане актеров освещают лучи прожекторов но и выхватывает именно тех кого нужно нужно интенсивностью с нужен каким-то освещением до делают как раз создает тоже картинку которая влияет на ощущение спектакля вот ну и по поводу создавать настроение в кадре тоже важный момент да потому что при помощи света можно создать определенный настрой можно сделать передать определенные ощущения фотографии поэтому сейчас про это же будем говорить можно ли обойтись без этого всего ну то есть вот то что я перечислял можно вот так сделать чтобы вот этого ничего не было ну в принципе кроме момента того что света образует фотографии вот без этого конечно обойтись нельзя без остальных пунктов можно обойтись ну то есть можно делать свет или использовать свет который не передает объем ну пожалуйста вот в этой фотографии например свет не передает никакого объема он просто формирует у нас изображение нету акцентов ну нету здесь каких-то световых пятен или нет выделения каких-то отдельных областей светом нету тоже пожалуйста можно без этого создает ли какое-то настроение в этом кадре свет нет не создает то есть в принципе просто рассеянный такой дневной свет и так тоже можно делать то есть чисто технически вам никто это не запретит но скорее всего будет довольно скучно поэтому такие вот вещи конечно может делать но не очень интересно а мы перейдем к следующей очень важной теме которая нас очень должна тоже заботить нам нужно поговорить обязательно про традиции освещения потому что понятно все с каким-то основным моментом теперь понятно должно быть нам понятно откуда все это растет и как вообще мы привыкли воспринимать свет правильно неправильно красиво некрасиво и так начнем с того что за долгие там не знаю там столетия тысячелетия существования людей на земле на мы привыкли что свет у нас идет от одного источника как правило то солнце ну если у нас ночью то это может быть луна но никогда вместе они вдвоем не работают потому что луна может быть на небосклоне вместе с солнцем такое возможно но она не работает как источник света солнце намного сильнее поэтому перебивает света идущий от луны если он есть одновременно с солнцем поэтому все равно один источник света и очень важный момент идет свет сверху он может идти немножко сбоку или сильно сбоку но в основном сверху и сбоку да вот этот момент очень важно за многие там не знаю там столетия наши предки сражались охотились и они участвовали в разных опасных таких мероприятиях при свете идущем сверху ну то есть это всегда был да и на поэтому наш мозг научился определять опасность научился находить добычу именно в определенном освещении то есть именно в свете который идет сверху многие опять же столетия люди сражались при освещении сверху ну конечно ночные битвы тоже были конечно возможно но скажем так это не совсем такое традиционное действие скорее все-таки большую часть времени люди сражались при верхнем освещении опять же то же самое у мозга формировались представления о том что опасно и какая опасность как она выглядит да и где свой где чужой при определенном освещении точно так же многие столетия люди выбирали себе пару сексуального партнера при освещении сверху и точно так же в нашем представлении формировались красивые черты то есть кого мы будем выбирать кто кого мы будем считать красивым подходящим для продолжения рода на партнером тоже при определенном освещении так что можно вполне уверенно говорить то что на наше представление о красивом и некрасивым об опасном и не опасном а о приятном или вредном сформировалась при свете сверху ну то есть мы уже понимаем что свет сверху это определенное освещение при котором мы можем правильно оценивать опасность добычу сексуальных партнеров но и так далее там подобное и отход от этой традиции для мозга довольно неприятен поэтому многие люди когда начали заниматься искусством художники до которые начали писать свои картины они использовали свет идущий сверху или сбоку ну или сверху сбоку то есть вот такие были студии в которых они приглашали своих моделей давить не только людей а этом лошадей например да когда нужно было написать с натуры те или иные объекты или предметы или тех иных животных или людей приглашали в студии и писали при свете идущим сбоку или сверху сверху а сверху или сбоку вот таком вот варианте это все происходило вот и этого все такая традиционная тема освещения которая в общем-то была всегда в понимании людей правильный это первый момент второй момент она была еще и на живописных полосах закупать полотнах закреплена как правильное как красивое как интересное освещение который имеет смысл каким-то образом переносить потом и на другие виды творчества в том числе и на фотографии вот и таким хорошим мерилом пониманием того как у нас стоит источник света хорошо или нехорошо правильно или неправильно если говорить про портрет а то в портрете и в изображении человека у нас есть такая хорошая подсказка тень от нос если у нас источник света стоит очень высоко на такое тоже может быть это в полдень кстати вполне может быть само собой вот и соответственно свет стоит сверху то мы можем это понять что он очень высоко расположен по теням который отбрасывает надбровные дуги и закрывает глаза это первый момент а второй момент по очень длинный такой тени от носа который пересекает губы далее ломает нам черты лица то есть это в принципе может довольно легко определить что в этом случае если мы увидим такой тень мы будем говорить что свет источник стоит слишком высоко да и с точки зрения естественности он такой может быть цвет да но с точки зрения красоты мы уже привыкли что он идет сверху сбоку да не так интересно как хотелось бы кстати такой спрашивается про безумиально пользователь спрашивает почему художников мало портретов котов но это надо спросить все-таки у художников почему у них мало портретов котов и я думаю что любовь к там она в общем-то не кажется она в общем-то это нас на на нашего времени такой момент да скорее ближе к к нашему периоду хотя я думаю что то может египтяне могли бы тоже что-то рассказать про ли про любовь к там а вот остальные периоды как-то коты в общем по моему не так сильно котировались как сейчас вот я думаю что если бы художники работали сейчас наверное сейчас бы они написали много портретов котов я уверен что их много а вы перейдем дальше к изображениям людей вот и соответственно вот типичная такая ситуация свет идущие сверху который у нас прям отвесно падает сверху вниз да и что у нас получается что в этой ситуации мы получаем вполне возможно освещение такой в яркий солнечный день но глаза оказывается в тени такие черные да получается провалы вместо глаз что в общем смотрится не очень симпатично и даже если человек улыбается все смотрится немножко как демонично то есть вместо глаз такие прям провалы свет идущий от носа очень тоже хорошая подсказка идущий немножко вниз опускающийся на не пересекающий линию губ на воспринимается в портрете как правильный как хороший как вот как раз сверху сбоку и в принципе это такой некий индикатор правильности индикатор корректности постановки света или индикатор того что свет стоит в том положении в котором мы его привыкли чаще всего видеть он может идти ровно вбок тень от носа может идти ровно вбок это тоже в принципе норма и посмотрите внимательно вот это коммерческие работы это для журналы съемки автор снимал давать как раз разных девушек и я бы хотел бы обратить ваше внимание то что несмотря на то что головы этих моделей очень с большим наклоном это если вы видите что в одном случае сильный наклон в одну сторону в другом вообще лицо запрокинут наверх и вы можете посмотреть внимательно на тень от носа на на в принципе соответствует тому что я сейчас сказал тень который идет либо немножко вниз либо немножко там вот в сторону до движется от носа но не опускается вниз и не поднимается наверх да вот это тоже момент важный то есть либо подбирает положение модели под тот цвет который есть то есть ее крутят либо меняет свет по то чтобы тень соответствовала классическому представлению правильного света вот цвет идущий снизу довольно легко определить по задирающейся вверх тени от носа а вот на и освещенным еще снизу частям то есть если подбородок будет снизу освещен если нос будет снизу освещен если надбровные дуги будут снизу тоже подсвечены тот же а символ того что идет свет снизу это низко расположены света для нас в общем-то не типичное явление не характерное потому что свет идущий снизу в природе практически не встречается но то есть это может быть конечно костер а ну пожар да если там загорелся пламя дает он снизу горит такой может быть это может быть камин это может быть там искусственный свет это может быть свет от фар автомобиля ну то есть это может быть что такое но на в целом как правило свет идущий снизу довольно редкое явление а вот и не такой симпатичный такой свет как мы привыкли ну в общем надо сказать что и другое освещение тоже было то есть не надо говорить что прям только солнце да или там только что-то там окна которые там были у художников в творческих мастерках мастерских только это освещал нет конечно были другие источники света были костры были факела были свечи газовые рожки и так далее там подобных вариантов очень много но с ним и взаимодействовали меньше настолько мало по сравнению с тем что мы проводили на ярком свето да что в общем то это не так стоит воспринимать как на свет идущий от солнца сверху и сбоку поэтому если свет идет снизу то это скорее какой-то символ таинственности какой-то символ загадочности символ неправильного или некорректного воспроизведения черт лица зачем это нужно должен быть как-то обоснованно фотографии то есть вы можете такой свет использовать но лучше как-то это себе или зрителям как-то это объяснить ну для начала нужно себе ничего вы так сделали а потом можно же и зрителям тоже объяснить то есть вот при фотографировании каких-то таинственных сюжетов это прокатывает до при фотографировании злодеев свет идущий снизу тоже прокатывает в детстве пугали вас на когда ну и по крайней мере может и не пугали вы это видели да как это делают фонариком снизу освещают и черты лица искажаются человек начинает выглядеть не так как мы его привыкли на а у нас есть в мозгу такой раздел который отвечает за быстрое определение свой чужой и она должна очень быстро вынести решение кто перед вами опасности или в общем не опасный какой-то представитель вот и она это раздел сначала пугается сначала призывает к некому действие если видишь что-то необычное резко вы сбрыгивающее а потом уже разбирается и этом как раз и с пукой работает то есть показать резко что-то необычное мозг пугается до нас на мы мы пугаемся против своей воли даже может даже и зная что так может быть знаю что нас так могут напугать например но мы все равно пугаемся поэтому да вот на самом деле это свет снизу это вещь которая должна чем-то быть обоснованы то есть какие то сюжетное должно быть обоснование этого света надо сказать что естественный свет который нас окружает если говорить про солнечный свет то он конечно очень порой причудливый очень разнообразный причудливый вот стоят стаканы на столе обычный совершенно свет идет сбоку мы видим что от стаканов идет преломленный рассеянный свет который во все стороны начинают светить каустический так называемый свет вот и он смотрится конечно очень необычно и вот его как-то вот нарисовать из головы очень сложно то есть из серии того что нарисую-ка я стакан если вот никогда этого не видел например вот такого каустического света который идет от стакана то вряд ли мои знания даже работы света позволят мне смоделировать такой свет ну то есть мои знания работы света не спал вполне способны с моделировать например что то от стакана если источник света оттуда то вот некая тень я могу даже представить где он начинает где заканчивается могу даже нарисовать что жидкость полупрозрачная там тень будет не очень на плотно то есть вот эти вещи они в принципе мозгом вполне осмысли а вот вот такие вот круги и вот такие вот блики такие вот какие-то сложные пересечения это на очень сложно в мозгу конечно себе представить вот а когда у нас люди стали жить в городах то тоже все стало довольно сложно потому что в городах свет идет по очень сложному пути то есть он прям вот отражается от стен от домов от асфальта от каких-то вывесок и так далее начинает гулять по очень сложному пути поэтому в городских условиях которых люди стали жить относительно недавно то если взять историю человечество то мы выясниhelm даже большую часть времени люди жили там сначала это вообще жили в пещерах да потом как-то стали строить жильё жили на природе и потом где-то вот вот в этот исторический период когда люди стали жить в городах оно не очень большие массовое такое переселение стал в городах да это не очень большой период и там конечно стал со светом все очень тяжело их стало очень много какого-то сложного света и поэтому это стало на людей напрягать, и сейчас я расскажу, к чему это привело. Потом добавилось еще искусственное освещение, то есть люди стали жить в городах, в городах улицы узкие, в них темно, стали добавлять свет искусственный, те же самые факела, да, так как костры, помните, да, и пошло-поехало, газовые светильники, теперь электрические лампы, вот, и теперь получается, что свет очень много, и он очень сложный. То есть если раньше это было все очень просто, ну вот идет солнце, и все, да, ну там, если ты стоишь рядом с избой, то, или какой-то белой вот этой мазанкой, стена белая, да, то есть может быть, конечно, свет идет оттуда, а потом еще от белой стены отражается, ну вот и все, да, если это было раньше, то вот так было все довольно просто. То теперь это все довольно сложно, то есть зашел в узкую улицу, и у тебя от одной стены, от другой стены, от стекла, там, от вывески, от чего-то еще, от еще фонари включились, и все получилось очень сложно. Это приводит к тому, что когда люди оказываются в таких условиях, они начинают говорить, все очень сложно, тяжело мне понять, что откуда светит, чего откуда отражается, откуда что преломляется, ну его нафиг, говорят очень многие люди, и начинают фотографировать так называемым бестеневым освещением. А что такое бестеневое освещение? Это не значит, что совсем нет теней. То есть если посмотрим, например, на эту вот девушку, с фотографированным бестеневым освещением, какие-то тени здесь есть. То есть под подбородком видим тень, да, под носом есть тень, но все-таки они присутствуют, но это так называемые собственные тени. То есть если говорить про свет, то вы помните, да, вот мы говорим, шар, например, да, вот у него есть собственная тень, потому что когда на него светит свет, с одной стороны он светлый, а с другой стороны темный, это называется собственная тень. А есть падающая тень, то есть от этого шарика начинает падать какая-то тень, Да, вот он ее отбрасывает. И вот если мы видим фотографию, в которой нет отбрасываемых теней, а здесь их нет в этой фотографии, да, ну там не считая волос, который уже на ключице куда-то, да, падает свет, больше никаких теней здесь нет. Это так называемое бестеневое освещение. Почему оно популярно? Почему довольно часто так фотографируют, вот так снимают? Да, потому что нету теней, нету проблем. То есть нету сложностей, нету проблем никаких в этой фотографии. То есть все получилось очень классно, нарядно, все очень здорово, ровненько, аккуратно. И человек, который оказался в городе, столкнулся с мешаниной света, столкнулся с большим количеством теней, которые падают совершенно причудливым образом, он сказал, ну, ну, не с этим совсем разбираться, как-то с этим вообще мучиться не буду, сказал человек, в большинстве начинающих фотографов так и так поступают, и начинают фотографировать вот так. И многим даже кажется, что это очень здорово и очень кажется симпатично. На самом деле это не так. Ну, потому что довольно скучно. То есть если проводить аналогию кулинарную, например, да, которую я очень люблю проводить, и все знают, да, мои, вот эти кулинарные аналогии, то с точки зрения вот аналогии это будет, если вы пришли в ресторан, а вам вы ожидали что-то вкусное такое или там что-то такое необычное, а вам дают, не знаю, обычное блюдо такое совершенно, ну, то, что вы дома можете сделать. Ну, вот совершенно какое-то неинтересное. Казалось бы, зачем платить деньги, если может дома то же самое съесть? Вы идете в ресторан, наверное, для чего? Для получить какие-то эмоции, получить какое-то удовольствие от посещения, съесть что-то необычное, то, что вы сами, скорее всего, не можете приготовить, или тот уровень, который может предоставить повар, наверное, гораздо хочется, чтобы он был выше, чем ваш собственный. Вот, и поэтому, когда зритель смотрит на это, он говорит, ну, фотография, конечно, в принципе, норм, да, все нормально, никаких ошибок таких, вот, знаете, вот явных здесь нет, какого-то ужаса здесь тоже нет, кошмарный, эту фотографию не назовешь, но она скучная, она неинтересная, потому что в ней нет работы такой большой, многотрудной, многодельной, то, что мы ждем. То есть мы ждем, что нам, когда зрители, мы приходим, мы хотим, чтобы кино, например, которое мы смотрим, оно было не только там с какой-то идеей, но мы ждем, еще были спецэффекты, мы ждем, чтобы там был тот самый красивый свет, игра актеров, да, и так далее, и там подобное, вот это мы моменты все ждем. Хороший монтаж, да, там можно долго продолжать этот список, чего мы там ждем, да, и мы ждем труда, который вложили в это, и нам показывают. Конечно, если фильм будет с какой-то интересной идеей, то есть там будет заложена какая-то интересная там сюжетная линия, какие-то интересные повороты этого сюжета, то мы бы даже будем смотреть, если он будет снят, не знаю, там, на любительскую камеру, и будет снят там в четырех стенах, такие прецеденты были, такое кино было, да, и в принципе вполне это прокатывает, но если с идеей как-то не задалось, мы ждем что-то еще. А лучше, если будет идея и все остальное, что я выше описал, да, то есть вот эти вот спецэффекты, монтаж, свет, работа оператора, терпыр, 8D, да, вот мы ждем, чтобы это все было сразу, это было бы вообще замечательно. Пример также фотографии, то есть, конечно, вполне прокат, если идея будет какая-то интересная, будет передана интересный момент, поймана интересная какая-то сюжетная ситуация, то да, мы скажем, что здорово, но ждем еще что-то, чтобы приложение было работы фотографа, да, чтобы он был. В противном случае, если этого ничего нет, то фотографии начинают теряться среди миллиардов подобных фотографий, потому что таких фотографий очень много, и такой простой свет, который не дает нам ни объема, ни акцентов, ничего интересного нам не подсказывает, но мы говорим, ну, это все, в принципе, вполне довольно часто встречается, и поэтому зачем нам нужно смотреть на миллиард первую фотографию, которая сделана таким же образом, и не так это интересно. Вот примерно так это все выглядит с точки зрения зрителя. Итак, если подводить итоги, каковы есть традиции освещения? Первый момент, который нужно помнить, главный источник света у нас только один, то есть нет у нас такого, что там два солнца, например, да, нету. Привыкли мы к тому, за многие, помните, говорил, миллионы лет эволюции, которые привели к появлению Homo sapiens, мы привыкли к тому, что у нас главный источник света только один. Да, могут быть другие, то есть могут там быть солнце, одновременно гореть костер, который будет источником света, может быть так, что, например, солнце отражается от чего-то, от моря, например, отражается от воды, или отражается от стены дома, который мы построили, будучи там крестьянами, да, построили себе дом, белый покрасили, глину его облепили, и может быть, что будет отражение, но это все равно главный источник света, только один. Это первый момент, который нужно учитывать, то, что мы воспринимаем правильным и хорошим светом. Второй момент, что свет идет сверху, ну, как вы помните, что сверху есть моменты не очень симпатичные, когда глаза оказываются в тени, и как-то очень тени ломают нам черты лица, ну, в целом, свет идет сверху, или даже сверху сбоку даже будет более привычно, и более понятно, и более интересно. Вот этот момент тоже очень важный. Свет показывает объем, то есть при помощи света, если говорить художник, то он передает нам форму. Если говорить про фотографа, то он делает то же самое, показывает нам объем того, кого он хочет нам показать, да, человека, там, предмета, дерева, дома, не важно, что он фотографирует, показывает нам объем, и финальный момент он работает на сюжет. То есть свет работает на сюжет, ну, что имеется в виду там, например, фотография в низком ключе, Там определенный свет, да, он нам создает определенное настроение. То есть у нас есть все темным-темно, и прожектором или каким-то лучом света мы выхватываем из этой темноты кого-то, показываем, и у нас, получается, создается определенное настроение. То есть это работает на сюжет. Или, например, тот же самый высокий ключ. Это тоже свет работает на сюжет, где все залито светом, все белое, пушистое. Тени есть, но они слабые, и вот мы видим, да, что у нас все такое яркое и нарядное. Но будет другое ощущение от кадра. То есть свет у нас работает на сюжет, тоже очень важный момент. Вот такой список. Теперь давайте посмотрим на работы мастеров. У нас есть очень много фотографов, которых мы считаем мастерами, которых мы считаем хорошими фотографами, мировые признанные имена. Давайте посмотрим, как они справлялись со светом и что там было со светом, и как это все выглядит на реальных работах, чтобы подтвердить или опровергнуть ту теорию, которую я сейчас выдвинул в виде основных таких пунктов, которые считаются традиционными и которые относятся к красивому свету. Ну, начнем. Понятное дело, что все работы мы посмотреть не можем. Понятное дело, что их огромное количество. Ну, выберем какие-то основные, посмотрим какие-то важные работы, а вы можете по-своему это как-то дополнять, этот список, на кого еще стоит посмотреть. Начнем. Вот, например, фотография Карлтона Уоткинса, очень известный фотограф, который снимал в парках, то, что потом стало американскими этими парками, Йосемитский парк и другие он там фотографировал. Вот он фотографирует пейзаж. Что мы видим на этой фотографии? Которую, конечно, лучше всего видеть в распечатанном виде, в большом формате, потому что снято на большой формат, на большой носитель, и отпечатанном в большом виде, это, конечно, очень поражает такая фотография. Ну, вот, что есть, то есть. Мы смотрим на экране, мы видим, идет свет сверху, сбоку, и он у нас создает объем, и у нас горы огромные, да, получается объем. То есть, с одной стороны у них свет, с другой стороны тень, и мы видим, как он, фотограф, подобрал такой момент и подобрал такую точку, чтобы получилось то, что нам нужно. Дальше идем, и фотографии, они идут у меня по годам, когда они были сделаны, то есть, прям вот по возрастанию мы идем постепенно от фактически начала там создания фотографии до ее там нынешних дней. Итак, Льюис Хайн, это фотограф, который снимал, ну, уже не красоты, как мы видим здесь, какие-то не пейзажи он фотографировал, он фотографировал людей, которые, у него была такая большая там серия работы, которые работали на фабриках, и его интересовало как раз использование детского труда, то есть, это фотограф, благодаря которому, и благодаря фотографиям которому, был принят закон о запрете детского труда на фабриках. Кстати, он не сразу еще вступил в этот закон в действие, еще долгое время, хоть он и был принят, он еще не сразу был использован. Но, тем не менее, вот мы видим, да, работницы фабрики Ткацкой, 1908 год, и мы видим, да, вот они стоят, освещенные светом из окна, и если мы возьмем любую эту девушку, фактически из этой большой группы, возьмем любую, вырежем, увеличим, то можно писать портрет, и это будет выглядеть, кстати, как классический портрет, который мы могли бы потом повесить на стену. Александр Родченко, наш известный и фотограф, он, и художник, он, и корреспондент, он, кто он, только не был, да, еще нец, и жнец, эндодеды и грец, и вот он сфотографировал своего друга Владимира Маяковского, это, кстати, одни из первых фотографий, которые сделала Родченко, потому что до этого он занимался созданием плакатов в коллаже и мучил своих всех друзей-фотографов, дайте мне то, снимите мне это, а я это в коллаж вставлю. Ему вот друзья сказали, слушай, Александр, ты уже нас как-то порядком утомил своими просьбами, купи себе фотоаппарат и сам начни фотографировать и снимай все, что тебе нужно. Вот так у Родченко появился фотоаппарат по воспоминаниям и по его собственным, и по воспоминаниям его друзей, вот, и первый, кто к нему пришел, один из первых, кто к нему пришел фотографироваться, это Владимир Маяковский. Вот он сделал фотографию для Владимира Маяковского, это, надо сказать, да, получается, что человек только взял практически в руки камеру и сделал свои первые шаги, да. И что мы видим, тоже свет у нас идет согласно, несмотря на то, что даже в одном из кадров у Маяковского шляпа на голове, но это не помешало сделать вот такой фактически классический свет. Ну, хорошо, у нас не только портреты, у нас есть вот, например, фотография Андре Кертеш, сделал такой снимок в 1926 году, и мы видим, ну, это, в общем, можно назвать такой фотографией жизни, то есть это не натюрморт, но какой-то вот такой вот близкий к натюрморту кадр, и мы видим тоже один источник света, идущий сбоку, который подчеркивает объем и создает определенное настроение в кадре. Это тоже работа Кертеша, и это 1926 год, он сделал портрет Мандриана, то есть вот так вот его, художника Мандриана сделал своего друга, сделал такой портрет. Он сделал портрет, не используя самого своего друга, он использовал предметы, да, мочки и курительную трубку, и сделал вот при помощи вот этих вот предметов, попытался передать образ своего друга. Ну, вот, в общем-то, получилось, да, вот таким вот образом. Вот тоже фотография Кертеша, которая, в общем, в свое время довольно сильно повлияла на многих фотографов, потому что он одним из первых сказал, что нас окружает очень красивая вещь, если внимательно посмотреть, то мы можем увидеть красоту везде, в том числе и там в обычной вилке, в которой мы едим еду. Ну, и вот он сделал такую фотографию, которая действительно выглядит очень лаконично и очень красиво. И то же самое мы видим свет, идущий сверху, да, и то же самое мы видим, что у нас есть один источник света, то есть не две тени, не три тени, хотя он мог снять как угодно, да, и где угодно, и уже к тому времени, 28-й год, уже все-таки были источники света в большом количестве, искусственные, можно было использовать. Еще одна фотография, которая очень многих фотографов потом долгое время воодушевляла, это Эдвард Уэстон, перец номер 30, называется эта фотография. Вот он сделал такую фотографию, в которой сфотографировал обычный перец, но в таком свете, в котором складывается ощущение, что это не совсем перец, а что это мужская какая-то фигура, мускулистый такой, какой-то спины фотография, да, которая изображает такого мускулистого человека. Очень многих людей эта фотография тогда тоже простимулировала, например, я думаю, одного из фотографов, который был под впечатлением от этой фотографии, вы прекрасно знаете, если кто изучал историю фотографии, это Энсель Адамс. Есть такой очень известный, был такой известный пейзажный фотограф, который входит в топ самых известных фотографов вообще в мире, ну и в том числе один из самых известных пейзажных фотографов. Он в свое время, увидев эту фотографию, понял, что при помощи фотографии можно делать довольно интересные снимки, можно выйти за рамки просто фиксирования событий, можно делать творческие какие-то вещи, которые, ну тогда раньше еще, может быть, не всем приходило в голову делать при помощи фотографии. 30-е годы и бросай бросает и человек который снимает на улицах он снимает очень много в темноте снимает разные притоны кабаки и вот он ходит своим фотоаппаратом по парижу назвали его певец парижа и фотографирует все подряд он фотографирует людей которые прогуливаются он фотографирует влюбленные парочки и то же самое мы видим да со светом то есть вот опять же тут совершенно другие условия тут нету вам как в перце номер 30 искусственного света поставленного как нужно здесь есть натуральный свет который ну вот как вот получилось так и получился свет от фонарей от фар не за от витрин и вот мы получаем такое освещение тоже мы видим да что все соответствует тому что я писал мы двигаемся в сторону студии оказываемся в студии как раз у джорджа харл и смотрим его работы которые он делал с актрисами голливудского кино он много снимал голливудских актрис и то же самое что мы здесь можем видеть что свет идет по тем же самым принципам которые мы с вами описали есть фотографии сделаны не студии как вот дороти ланч эта фотография матери называется мать мигрантов и снята в лагере сборщиков кукурузы так когда она увидела фотограф увидела вот эту мать здесь у нее трое детей одного она держит на руках и двое и и там обнимают на самом деле у него было там не то 9 не то 11 детей этой женщины огромное количество детей и вот такая вот и безысходность на этом лице потому что они туда приехали на автомобиль в этот лагерь сборщиков кукурузы и ее родной брат и муж пошли продавать автомобили там по запчастям чтобы как-то раздобыть еду то есть фактически финальная точка их маршрута передвижение то есть последние вещи они распродают чтобы как-то прокормиться и эта фотография стала символом на великой американской депрессии там несколько таких подобных фотографий ну вот одна из них стала такой что мы видим то же самое то есть вот мы видели только что в студии которые снимают голливудских актрис который может снимать как угодно фотографом и видим фотограф который снимают на улице работают по тем самым привлекалом по тем же самым принципом который я писал чуть выше волки рэванс и у нас здесь тоже одна из фотографий которая тоже является символом Американской депрессии, это издольщик, да, фотография издольщика, человек, который сидит на ступенях дома, и то же самое, свет, видите, тень от носа, освещенные там глаза, да, там получается у нас один источник света, свет подчеркивает нас настроением в кадре, ну и так далее, там подобное. Хорс Пи Хорс, это один из таких тоже студийных фотографов, который снимал очень много в студии, который в студии как раз придумывал свой собственный объемный свет, да, при помощи источника света добивался объема, это одна из известнейших его фотографий, девушка в корсете. Ну вот, хорошо, Вигги снимают в баре, да, и то же самое, в принципе, все то же самое, принципы, видим, да, сохраняются. Опять Джордж Харрилл, и опять у нас красивая девушка в студии, голливудская актриса, да, и мы видим, кстати, несмотря на то, что она лежит, да, вот она здесь фотографирована лежа, красиво раскинув свои прекрасные волосы, и мы видим, что тень от носа не пересекает губ, хотя она спряталась вниз, да, как классическая схема, то, что у нас любят называть бабочкой или голливудский свет. И все все равно по тем же самым колоннам. Один источник света, да, у нас основной, у нас тени так, что свет идет сверху, несмотря на то, что женщина лежит, все равно ощущение, что свет идет сверху, вот, и у нас он передает объем, да, работает на сюжет и так далее, там подобное. Вот тоже еще работа Харрилла, тоже, то же самое называемое классическим голливудским светом. Абсолютно то же самое, видите, сидит, лежит, неважно, да, стоит она на улице или в студии, или вот на Юсуф Карш, который снимает известных людей. Вот он снимал Уинстона Черчилля в студии, у него было буквально 15 минут на кадр, чтобы сделать этот кадр. Или вот он снимал Альберта Эйнштейна. Ну, хорошо, вот, если говорить там про нестудийный свет, вот еще одно такое кадр, в котором у нас Берд Харди фотографирует левипульский хостел в 1942 году, и кадр, опять же, со светом, естественным, свет идет из окна, то есть никаких искусственных источников освещения здесь нет, натуральный свет. И мы то же самое видим, что все, в принципе, вот эти моменты, они у нас сохраняются, все вот эти пункты. На улице Гордон Паркс снимал людей, да, то же самое. Ирвин Пенн снимал в студии, один из таких ранних его кадров, в 1946 году он сделал такой натюрморт с человеком, вот, символический такой. И то же самое, свет идет все по тем же самым правилам, по тем же самым канонам, которые мы с вами только что выясняли. Уильям Смит, Уильям Юджин Смит фотографировал своих собственных детей, которые выходят из леса вот на свет. Абсолютно то же самое, один источник света, одна, получается, тень от всего, да, у нас, получается, свет работает на сюжет, передает объем и так далее и тому подобное. Арнольд Ньюман, большой известный тоже портретный фотограф, который снимал людей в их естественной, как называется, сейчас бы сказали, среде обитания, да, то есть в том месте, где люди привыкли находиться. И вот он фотографировал Стравинского за роялем, ну, естественно, это было в концертном помещении, да, и поэтому там, опять же, свет тот, который там был. Еще один снимок Арнольд Ньюман, он в мастерской, в своей собственной мастерской, в мастерской Монрея снял его, Монрея, да, сфотографировал его там, где он творит. Монрея – это известнейший тоже и фотограф, и художник, который тоже оставил большой след в истории фотографии и живописи. Вот Ирин Пен фотографирует в своей студии, он сделал такой довольно интересный, он сделал острый угол такой, из двух стен специально сделал такую вот декорацию, в которую он помещал людей, и там фотографирует, потому что он считал, что ему казалось, и, в принципе, действительно это так работало, то есть, оказавшись в таком тесном пространстве, люди довольно интересно раскрываются, считал Ирин Пен, кто-то ощущает клаустрофобию, на кого-то давят эти стены, и он начинает тревожиться, волноваться, и выглядит от этого, может быть, кто-то беззащитный, может, кто-то напуганно, кто-то, наоборот, расслабляется, кто-то прислоняется к этим стенам и как-то раскрывается по-новому, то есть, вот он придумал некий такой вот уголок, который он ставил, усаживал людей, и там люди себя как-то раскрывали, вот он сфотографировал своего друга, трубный капот, и поэта, да, и мы видим, да, что вот здесь капот, и чувствует себя довольно, в общем-то, комфортно, вот в этом углу. Опять же, то же самое, свет здесь сложно поставить, это угол, вы попробуйте осветить в углу что-то, да, прям это быть тяжело, но он по-прежнему классический свет, да, то, что мы с вами описывали. А вот чисто такая уличная съемка, и это Уильям Юджин Смит и «Сельский доктор», это 46-й год, 48-й год, большая такая серия была, и эта серия сейчас вот то, с чего начинает изучение любой журналистской деятельности, то есть, когда человек хочет заняться фото-журнализмом, он показывает работы Юджина Смита, именно вот эту серию «Сельский доктор», и она является таким стандартом, золотым стандартом того, как нужно делать фото-журналистские такие вот, такие вот показывать большие моментальные работы, да, о том, как живут люди. То же самое, человек на улице, но свет точно такой же, да, вот в студии Хорст Пи Хорст, на улице Берт Харди снимал, да, это 51-й год, причем здесь не один персонаж, а два персонажа, если посмотреть, то каждый персонаж освещен аккуратным, да, получается, таким интересным светом, да, который создает объем, то есть нет такого, что бестеневое освещение, видите, практически ни на девушке, ни на юноше, который здесь стоит, у них есть и свет, есть и тень, есть объем, есть определенное настроение, есть определенный акцент этим светом, да. Это тоже Берт Харди сфотографировал девушек, сидящих вот на набережной. Эрин Блюменфельд известен своими экспериментами со светом, и мы можем видеть довольно интересные такие решения, которые уже, может быть, частично выходят за рамки того, что я сказал, но они все равно, оказывается, в общем и целом, примерно, подпадают под то, что я говорил, здесь создается настроение светом, здесь уже, конечно, нельзя говорить про то, что свет идет только сверху, но в целом мы видим, да, что каких-то лишних теней здесь нет, каких-то сложных таких схем освещения тоже нет, здесь довольно интересный эксперимент со светом. Элиот Ирвид, тоже один из известнейших фотографов, который долгое время являлся, как это называется, там, директором или руководителем Магнум Фотс, знаете, такое агентство, он сам стоит в Магнум Фотс, и он им управлял долгое время, это выборная должность, он три раза подряд, по-моему, три срока подряд управлял этим агентством, а вот он фотографирует свою жену и их ребенка, еще когда там, в принципе, я так понял, что не очень-то они и богато жили, вот и все равно, несмотря на то, что женщина фактически-практически лежит, да, там, ребенок тоже лежит, да, все равно мы видим, что свет вполне классический, несмотря на то, что есть. Альфред Эйзенштадт, которого, я думаю, вы прекрасно все знаете, по фотографии моряка, который целует медсестру на Тайм-сквер при объявлении о победе над Японией, вот он фотографирует Мерлин Монро в дворе ее дома, и то же самое, да, все абсолютно то же самое, если говорить про свет, то, что мы с вами говорили. Или Ив Арнендт снимает у нас, по сути, девушку какую-то, которая в кубинском баре находится, и то же самое. Ну, в принципе, мы можем ускориться, и вы понимаете, да, что работ таких очень много, их огромное количество, эти работы все очень разные. А Вивьен Мэйер фотографировала, просто разгуливая с фотоаппаратом по городу, это фотограф, который называют няню фотографой, потому что она была в течение всей своей жизни, она работала социальным работником, то есть она была няней, сиделкой, она присматривала за детьми, и никогда свои фотографии, кстати, не публиковала нигде, и многие даже были не проявлены работы, то есть она умерла, оставила огромный архив, и сначала хотели выкинуть все эти пленки, которые там, остались после одинокой женщины без детей, она была без семьи, и у нее в комнате нашли вот этот огромный архив с этим пленками, ну, слава богу, кому-то пришло в голову посмотреть, что же там на этих пленках, и выяснилось, что некоторые из них даже были не проявлены, никакие из них не были напечатаны, и выяснилось, что это огромные архивы совершенно безумно прекрасных фотографий городских, которые она фотографировала в перерывах, или там, совмещая свою основную работу, то есть прогуливала с детьми, то есть была на прогулке, и там что-то там как-то, видимо, руководила, да, и в перерывах между прогулками, или там, в перерывах между руководством детьми и воспитанием она фотографировала людей. Гордон Паркс тоже фотографирует известных людей, здесь Мерлин Монро и Леонид Берстайн, опять Юсиф Карш в студии снимает Хемингуэй, снимает Одри Хербин, а Эрвин Пен фотографирует в студии Пикассо, ну, вот, разные люди, снимают в разных местах, а Руберт Дуаной снимает в баре, вот, видите, кто где, но то же самое, смотрим, да, и свет, и видим, что все примерно одинаковое. Элли Тирвит снимает на какой-то конференции, как Никсон тычет пальцем в Хрущеву, такой, типа, пикировка, да, такое, противостояние двух таких вот глав государств, которые находятся друг с другом в не очень хороших отношениях. Так, государство, да, это начало Холодной войны, по сути, но на самом деле они там беседовали о чем-то приятном, о чем-то хорошем, ну, вот, получилась такая фотография, которая одна из многих выбранных, где вот они, кажется, что они прям друг с другом ругаются. Ругаются. Хорст Пихорст экспериментирует со светом, разный интересный свет, вот, а Альфред Иженштадт снимает на улице, и, опять же, берите любого ребенка, у вас классическое освещение. А есть, конечно, и исключения, вот здесь вот фотография Арнольда Ньюмана, которую он сделал, сфотографировал Альфреда Круппа в 63-м году, и тут вот такой свет, который, видите, как раз не вписывается в то, что я говорил, да, потому что мы видим, что здесь два источника света стоят по бокам, да, и у нас получается, что этот вот Альфред Крупп, он сфотографирован с двух сторон освещенным светом, и это придало, это фотография, вот такое освещение придало демоничность, то есть, видите, свет немножко снизу, и немножко так вот сбоку идет, с двух боков, да, два источника света, это неестественное и ненатуральное такое освещение, и сам Альфред Круппа, естественно, не видел, что получается, потому что, вы помните, да, что это пленочная фотография была, и, соответственно, что же там получается у фотографа, который пришел фотографировать для газеты, там, для какого-то интервью делать кадр, он не мог видеть, а когда увидел, он был, говорят, взбешен этой фотографии, Арнольд Нюмэн сказал, ну, я еврей, вот, и, соответственно, это моя небольшая месть, Альфред Круппа, который был замешан в работе на нацистов, его фабрики работали на фашистской Германии, там использовался на этих фабриках труд военнопленных, да, и вот это моя такая некая месть, сказал Арнольд Нюмэн этому человеку, да, и сам Крупп был, конечно, в ярости, потому что он получился на этой фотографии абсолютно демоническим таким вот. Помните, был такой, кстати, персонаж в Симпсонах, я не помню, как его там зовут, такой злобный миллионер в Симпсонах, вот как раз вот этот злобный миллионер, который точно так же сидит в Симпсонах, я не помню, может, сейчас мне подскажут, как его зовут, забыл его, а это вот как раз с этой фотографии был срисован персонаж демонического такого предпринимателя, который потом появился в Симпсонах, как персонаж, который довольно часто там является. Вот, ну мы смотрим и работы других фотографий, увидим, да, что в большинстве случаев то, что вот я говорил, оно прослеживается, да, бывает исключение, бывает, но исключение, скажем так, это скорее именно, что исключение, чаще всего то, что мы можем видеть, работы разных авторов, кто-то снимает в студии, кто-то снимает на улице, у кого-то все четко, у кого-то смазано, у кого-то это в помещении снято, а у кого-то это снято там на улице пейзаж или какие-то натюрморты, все равно все подпадает под те определения, которые мы с вами видели. И вот даже Куделка, это вторжение в Варшаву, в смысле не Варшаву, опять оговорился, в Прагу, да, вторжение. Вот, Бернс, да, абсолютно верно. Мне подсказали, как зовут этого демонического такого персонажа. Это ввод войск в Прагу в 68-м году и то же самое. Видите, можно было оправдаться, что, ну, это же улица, там вообще свет может быть какой угодно, он может идти так, всяк, тем более там горят какие-то, не знаю, там танки, машины, это факелы, от них тоже идет свет, но мы видим, да, что на фотографиях все равно остается только тот свет, который мы считаем правильным, который мы считаем интересным. Потому что фотограф, скорее всего, если какой-то свет будет неправильный, эту фотографию забракует, не будет ее показывать, а будет показывать другую фотографию, в которой свет соответствует тем правилам, тем канонам, которые он считает нужным. Ну, или работать на сюжет, и тогда свет может перебить сюжет, то есть сюжет может быть, ну, гораздо интереснее, и тогда мы говорим, ну, свет не так важно какой. Главное, тут такой интересный момент пойман. Вот, мы видим, что самые разные совершенно сюжеты, самые разные фотографии. Опять Уильям Юджин Смит, 1972 год, это Миномата. Сейчас вышел фильм, если вы не смотрели, можете посмотреть, великий. Там Юджина Смита играет, как же его, Джонни Депп играет его, да. И, в принципе, фильм, говорят, очень своеобразный, но если кто любит фотографию, тот может посмотреть, потому что история, которая там была, она абсолютно, кстати, детективная. И она, в принципе, когда я читал еще в свое время, да, про то, что там происходило, вот я тоже подумал, а почему про это не снять фильм, потому что вот готовый сценарий, да, вот, все, не нужно ничего даже выдумывать. Он, это город в Японии, Миномата, да, и там какой-то большой завод, по-моему, он выпускал удобрения химические, если мне память не изменяет, он отравлял залив, на котором он стоял, в него сбрасывались эти отходы, с артутью какие-то связанные отходы, и стало, произошло вот это, то, что называется у нас катастрофа экологическая, да, и отравили они всю живность, которая там жила, и люди, поскольку питались этими морскими всеми, поскольку прибрежный город, да, естественно, там креветками, там рыбами, тоже стали травиться, и вот как там реакция владельцев этого завода, как они там долго не хотели ставить очистные сооружения, как под давлением общественности поставили очистные сооружения, даже приехал глава, там, выпил воду, прям демонстративно на глазах у всех из этих очистных сооружений, потом выяснилось, что это блеф, что это не настоящие очистные сооружения, что это все сделано так, потемкинские деревни, потом они вызвали фотографа как раз, Уильяма и Джин Смита, он туда приехал, его там сильно избили, он почти потерял зрение, потому что наняты гопники, ну, по сути, администрации завода, избили фотографа, но все равно он довел дело до конца и опубликовал эти фотографии, и только после этого уже там стали принимать серьезные меры. То есть там прям целая детективная история. Вот он сфотографировал Томка, это девочка, которая делась уже с уродственными, по сути, да, вот из-за вот этих вот отравлений ртутными элементами. Ну, мы тоже видим, что свет там по-прежнему, несмотря что это свет из окна, по-прежнему подпадает под те вот критерии, которые я с вами только что сейчас обсуждал, да. И вот фотографии самые разные, самых разных авторов, снятые в самых разных местах. Есть здесь студийные работы, вот как здесь Джейн Боун, да, которая фотографировала там Мик Джаггера, вот, или кто-то еще. Есть Ричард Авидон, который фотографировал путешествия по Америке, это он снимал на улице, это абсолютно уличная фотография, но в его личном стиле, где сзади практически белый фон, то есть это не какая-то фотография в студии, да, он фотографировал разных обычных совершенно людей, и то же самое мы видим. И вот он фотографировал своего друга, художника Фрэнсиса Бэкон, да. Есть люди, которые снимают что-то такое более домашнее, есть люди, что-то снимающие на улице, это не постановочная фотография, абсолютно такая вот фотография, в которой пойманы просто нелегальные, нарушители границы мексиканской, да, и вот их просто поймали, а кадр выглядит как кадр из кино. Подземки, какие-то студии, опять же мы попадаем, Хельмут Ньютон, который фотографирует людей, идущих по подиуму, Хельмут Ньютон, который снимает модели, да, то же самое, свет из окна, идущий красиво. Хорст Пи Хорст работает с моделями в студии, со светом экспериментирует, Стив Маккари фотографирует со светом, с естественным, с натуральным, на полустанке, Дэвид Белли снимает известных людей, Джейн Боун продолжает тоже фотографировать известных людей, у нас здесь Тарковский, или Херб Ритц, который фотографирует на пляже, он снимал на пляже, ему больше нравилось. Естественный свет натуральный, у Херб Ритца очень много фотографий сделано на пляже, и вот он фотографирует Синди Кроуфорд для плейбоя. А Эллиот Ирвид фотографирует в Париже. Эту фотографию очень часто приписывают к Арте Брессоне, я часто вижу ее, даже если поиском вы будете искать эту фотографию в интернете, то в большинстве случаев вам будет выдавать авторство к Арте Брессоне, но это не так, это Эллиот Ирвид. Эллиот Патрик Демаршелье, который фотографировал принцессу Диану, ну, естественно, студийные фотографии, или Себастьяна Сильгаду, который снимал людей на улице, то же самое, да, или там Энни Лейбовиц, которая в студии, естественно, фотографировала Деми Мур. Очень-очень-очень-очень много разных фотографов, много разных условий освещения, много разных ситуаций, в которых сделаны кадры, в каких-то свет поставлен специально, в каких-то случаях этот свет пойман, в каких-то случаях это все получилось так, что получилось само, кажется, что само. На самом деле это все, конечно, работа фотографов, сейчас мы про это тоже поговорим. То есть, видите, самые разные фотографии, самых разных авторов, в самых разных условиях снято, да, но вот критерии, про которые я говорил, да, получается, у нас соблюдаются практически во всех этих снимках. Опять Херприц прекрасный, Синди Кроуфорд, это вторая была съемка, то есть первую он сделал, потом через несколько лет сделал вторую. Не всегда портреты есть, и пейзажные фотографии есть, там обнаженная натура студийной фотографии есть, в траве лежа есть, идущие люди. Ну, то есть очень много фотографий, можно, в принципе, пролистывать уже это быстрее, потому что, я думаю, мысли вы мою уловили, несмотря на то, что снимки самые разные, фотографы самые разные, условия самые разные, но мы видим, что вот эти все критерии, про которые я говорил, они соблюдаются. Ну, это уже ближе к нашим временам, мы уже видим, да, это Энни Лейбетт сделала большую такую серию фотографий для Диснея, нафотографировала самых разных людей в образах диснейских персонажей. А это Мерта Маркус, два таких фотографа, которые снимали вот Кит Мосс относительно недавно для Плейбоя, так, неувядающий Кит Мосс. Вот, можно посмотреть на пейзаж, то же самое, то же самое, те же самые критерии, те же самые правила, которые мы с вами говорили, опять же, портреты парадные, коммерческие работы для журналов, фэшн и пейзажи. То есть, все подпадает под те критерии, которые я говорил, которые я показывал, и все, в принципе, можно описывать теми самыми критериями, про которые мы с вами говорили. Давайте повторим их на всякий случай. Итак, первый момент. Главный источник света только один. Помните, да, что практически на всех этих фотографиях, ну, за исключением Крупа, то есть, который у нас здесь был на этой фотографии, который специально был снят вот так вот демоническим образом, что он стал похож на какого-то дьявола, который, да, вот, находится в своих вот этих вот кузнях и кует вот это вот что-то неприятное. За исключением вот этих моментов, когда свет работал на сюжет, и он был противопоставлен сюжет естественному освещению, в основном у нас главный источник света только один. При том, что, несмотря на то, что, как вы видели, условия самые разные. Кто-то на улице, кто-то на бегу, кто-то в студии, кто-то вдумчиво, а кто-то как-то снимал вообще, как бог на душу положит, но получилось везде и всюду, что главный источник света один. Свет у нас идет сверху или сбоку, но, думаю, вы обратили внимание. Свет практически на всех фотографиях показывает объем. Да, есть, опять же, исключение. Да, где-то объем больше показывает, где-то меньше, где-то тени более заметны, где-то тени менее заметны, но в целом это мы прослеживаем момент, и свет работает на сюжет. Помните этот момент. Сюда нужно обязательно вклинить еще один момент. Обязательно сюда нужно вставить вот этот вот момент, что свет у нас упорядоченный. Вот этот момент обязательно сюда нужно добавить. То есть, помимо того, что мы с вами говорили в начале, очень важный еще такой вот пункт, который сюда обязательно нужно добавить, имеется в виду, что это не тот свет, который есть сам по себе. Это тот свет, над которым поработал фотограф. Вот как поработал, мы сейчас будем с вами говорить. Но в целом мы видим, что поскольку условия освещения разные, на улице, дома, в студии, но везде получается примерно одинаковый результат с теми вот этими пунктами, которые я перечислил, это означает то, что фотограф приложил какие-то усилия, чтобы именно получился такой свет. Вот никакой есть, вот так вот получилось, но такой вот свет, ну вот он не очень может быть хороший, но вот что вышло, то и вышло. Нет, он должен предпринять фотограф какие-то усилия, чтобы получить то, что нужно, и то, что соответствует традициям, и то, что соответствует нашим представлениям, представления красивому или интересному свету. Мы смотрим инструменты работы со светом, которые позволяют сделать интересный свет. То есть мы с вами выяснили, что свет у нас красивый и хороший, сложился традиционным образом, определенным виде, главный источник света один, свет идет сверху или сбоку, или сверху сбоку, он передает объем, опять же, не всегда, но в большинстве случаев, и он работает на сюжет. Опять же, тоже не всегда, но в большинстве случаев. Какие есть у фотографа для этого инструменты работы со светом? Для того, чтобы работать с инструментами, нужно разобраться с двумя вещами, с характеристиками или особенностями источников света, и нужно посмотреть на результат работы этих источников света, на свет-теневой рисунок. То есть это два момента. Первое, нужно понять, как работает свет, то есть источник, как испускает этот свет, а второе, что у нас получается, когда свет падает на те или иные объекты. Итак, мы начнем с характеристиками источников света. Все равно, кстати, какой будет у вас свет. Все равно, это будет естественный свет или будет искусственный свет, не играет никакой роли. Все источники света работают под ним и тем же принципом. Поэтому важно знать характеристики. Какие у нас характеристики? Интенсивность, ну то есть насколько ярко может светить у нас источник света. Второй момент, который нужно знать, это ход лучей, то есть как лучи пойдут от этого источника света куда они попадут это нам позволит прогнозировать куда будет падать свет и в каком виде он будет падать цвет размеры источника света относительно тех объектов которые мы снимаем и цвет но это тоже важная характеристика источника света то есть какие лучи он испускает какой длины волны он испускает свет она начнем со всех этих характеристик начнем с интенсивности света если говорить про студию то чаще всего интенсивный свет регулируется при помощи крутилки которые есть у прибора вы можете крутить в плюс и в минус и регулирует мощность лампы который у вас будет потом освещать сцена это очень просто если говорить про студию но не всегда мы снимаем в студии далеко не всегда мы используем приборы которые могут регулировать мощность деммируется вот ну и соответственно это не вся они не не везде прокатывает вот параметры мерцания света ну это не совсем понятно если снимать вечером в поле то что имеется еду николай уточните что за параметры мерцания света что это такое вот а большинство людей которые используют свет они используют не регулировку мощности на вот а используют закон который называется закон обратных квадрат это характеристика света который гласит нам что чем дальше у нас объект который мы освещаем от источника света тем слабее он освещен то есть чем больше расстояние между лампочка и тем объектом который мы освещаем или там солнцем и тем объектом который мы освещаем тем больше это расстояние тем слабее получается освещен это объект причем зависимость обратно квадратичная, то есть чем дальше отодвигаете, тем слабее освещенность и зависимость в обратном пропорционале квадрата расстояния. Что имеется в виду? На один метр отодвинули, в два раза упала, на два метра отодвинули, в четыре раза упала освещенность, на три метра в девять раз, ну и так далее. Чем дальше отодвигаете, тем сильнее падает освещенность, причем очень сильно в такой вот зависимости этот вот закон используют люди которые не могут крутить рукоятку ну нету лампочки на нас дома у меня стоит лампочка обычная совершенно нету никакой крутилки там как я могу сделать свет слабее я могу просто отодвинуть торшер дальше если отодвину дальше то освещенность ослабеет если я придвину ближе то освещенность возрастет то же самое окно например да я могу к окну подойти поставить модели рядом с окном тогда свет который падает из окна он будет яркий когда я отодвину человека дальше от окна то свет будет проходить большее расстояние он ослабеет вот это лампа включает имеется до мерцают лампы наверное дневного света они мерцают а там с частотой тока которая у нас есть на и лампы тоже не надо мерцает но это скажем так это действительно параметр источника света но он ну не такой ходовой чтобы можно было учитывать для видео это надо учитывать для фото я бы не стал бы хотя хотя вы правы то что на фото он тоже может параметров как-то проявить себя полосами и каким-то затемнениями части кадра поэтому это конечно уже некрасиво может до в репортажке это может быть действительно очень критично потому что фотография может начать полосить то есть вот вы попадете в мерцание света то может так получиться что у вас будет часть кадра будет светлая часть кадра будет темно да это верное замечание хотя она и мы скажем так не для всех но абсолютно правильно замечание добавление хорошее вот ну и соответственно как это все работает да вот у нас есть лампочка есть освещает некий объект и вот у нас получается на его освещение там какое-то там равняется единица да допустим отодвинуть на один метр уже ведь у нас получается там одна вторая половина еще на один метр одна четвертая еще на один метр да там одна девятая чем дальше вы отодвигаете лампочку от человека или человека от лампочки тем слабее он оказывается освещен то есть это можно использовать в реальной жизни еще один способ который помогает уменьшить интенсивность освещения этот используются разные рассеиватели ну вот довольно часто в студиях используют так называемый диффузор или frost рамы их очень часто так называют frost рамы это как видите действительно рама металлическая и на ней натянута ткань ткани обычная ну это может быть парашютный шелк чаще всего может быть какая-то синтетическая ткань это полупрозрачная ткань в которой светит нас прибор и он рассеивает цвет этот диффузор и делает нам свет более рассеянный более мягкий вот но при этом еще часть света естественно при этом рассеивание она поглощается для россии в разные стороны и поэтому проходит не все если поставить несколько слоев то можно уменьшить поток света который будет падать на модель да у нас может или на объект который мы снимаем тоже один из способов пригасить цвет уменьшить его интенсивность из подручных регуляторов яркости можно вспомнить занавески занавески есть у всех дома и как правило такие полупрозрачные занавески тюль то что мы называем и непрозрачные такие затемняющие занавески их тоже можно использовать если задернули тюль то у вас получается на кно превращается в такой большой диффузор то есть у нас получается такая фрост рама только мы не можем двигать до хан у нас получается закрепленная в одном месте такой получается россии более рассеянный свет и более получается мягкое освещение потому что источник света получается сразу большой в размер большого размера если вы берете темные занавески, то опять же полностью открытое окно, это полный поток света, полуприкрытое окно у вас половина только проходит, да, и совсем закрытая или оставленная щель, совсем немного проходит света, то есть раздвигая, задвигая занавески, вы можете регулировать поток света, который будет попадать в вас в помещение, а дальше уже что с этим делать, это уже ваше дело. Ограничителем света могут быть разные препятствия, то есть довольно часто они выступают, разные предметы, например, стены, вот здесь видите, сфотографировано так, что девушка сидит и в одном, и в другом случае они сидят не прямо лицом в окно, а они, в общем-то, по сути, скрыты частично подоконником, вот здесь стена, да, и она работает как ограничитель света, и она часть света, получается, отсекает. Ну, то есть это может быть не только занавески, это могут быть и стены, это могут быть и подоконники, и что-то еще. Вот как это работает, ну, понятно, да, все вполне логично, то есть есть некое препятствие, часть света у нас не проходит. В студии, если с этим работают, это работает с флагами, есть такое вот название, таких черных панелей, которые, как правило, либо черной матовой краской покрашены, либо обиты черным бархатом, либо просто черный бархат используется, и, соответственно, они ставятся где-то, чтобы перекрыть часть света, и если вы посмотрите на работу осветителей в кино, например, то вы можете увидеть, что довольно часто используют эти флаги, перекрывая часть света, то есть поток света частично перекрывается вот такими вот щитами черными, да, которые делают свет более интересным, то есть они, как правило, расставляют акценты, то есть позволяют более сфокусированно куда-то светить, да, и выделяют то, что нужно, оставляют то, что не нужно в тени. Очень помогает, опять же, регулировать поток света туман, дымка, дым в том числе, дождь и снег, идущий с неба. Это тоже атмосферное явление, которое получается в виде некой взвеси капель воды в воздухе или там снежинок в воздухе, они частично поглощают свет, отражают, рассеивают, вот, и вы можете этим воспользоваться тоже тем, чтобы интенсивность света уменьшить, то есть снимать в дымке или снимать в тумане или снимать в дыму, это означает уменьшить количество света, которое будет падать у вас на объекты, которые вы фотографируете, да, если вы находите какое-то место, где туман, вы можете снимать с меньшей интенсивностью света по отношению к тому, что вокруг творится. Ход лучей, тема, которая тоже имеет смысл изучить, как правило, от любого источника света, свет идет во все стороны, то есть если у нас какой-то есть источник света, неважно, какой это, там, солнце, лампочка, не играют никакой роли, свет у нас будет идти во все стороны, если ему, конечно, ничто не мешает так делать и что-то не ограничивает, если нет какого-то рефлектора или что-то еще, который ограничивает ход лучей, вот, у нас будет свет светить во все стороны. Если мы поставим какую-то лампочку и будем освещать близко расположенные некие объекты, например, людей, то мы можем увидеть от искусственного освещения очень такую характерную особенность, то мы увидим, что, поскольку лучи расходятся в разные стороны, мы увидим, что тени не параллельны друг к другу. То есть у нас получается, что тени будут расходиться каким-то определенным веером, да, вот здесь это хорошо видно, при такой схеме сверху, да, мы увидим эти вееры, которые, вот, соответственно, у нас, да, получается тень не параллельна друг к другу, а на Земле, когда у нас освещается солнечным светом, тени идут параллельно. Почему? Потому что Солнце находится у нас очень далеко, и поэтому лучи света, которые падают у нас на поверхность Земли в какой-то определенной, причем еще небольшой точке, они приходят практически параллельно друг к другу. И поэтому, если мы посмотрим, то мы увидим, что от солнечного света у нас тени параллельны друг к другу. А вот искусственного света от разных ламп и от разных приборов, которые мы ставим уже там в студии или дома, используем тени, как правило, не параллельны друг к другу и расходятся. Это кажется какая-то ерунда, но параллельны тени или нет, какая разница? На самом деле это вещь довольно интересная, потому что параллельный свет дает нам как раз возможность работать с такими узорами, как вот свет от жалюзи, да, или свет от занавесок, если они там с узором с каким-то. У нас будет очень красивый рисунок и будут красивые тени, потому что только параллельные лучи позволят сделать очень красивые такие вот четкие и ясные тени. Непараллельные лучи не позволяют нам получить четких теней таких, и у нас получается, что тень будет получаться размытой. Ну то есть можно, конечно, получить к какой-то степени вот похожую на свет от жалюзи такой вот рисунок, но это нужно поднести какую-то решетку довольно близко к модели, как можно более далеко отодвинуть этот источник света, да, чтобы получить как раз сектор освещения с более параллельными лучами. И тогда, может быть, что-то будет более похожее на то, что дает Солнце, и то не факт. Скорее всего, будет довольно сложно это получить, так что тут все довольно непросто. С этим ходом лучей не так все очевидно, и есть какие-то вещи, которые иначе как в солнечном свету не снять. Вот эти вот как раз, да, вот, от занавесок с разным узором или от листьев, да, вот, можно снять в солнечных лучах, но довольно сложно снимать это в искусственном освещении, да, почему? Потому что, видите, да, непараллельных вот лучей приводит к тому, что даже если мы имеем какой-то некий вот трафарет, который, по идее, должен давать тень, видите, получается не очень четкие, они получаются размыты. В силу того, что лучи как раз расходятся, да, и у нас геометрия приводит к тому, что у нас, получается, вот, даже если поставить рассеиватель на пути света, у нас будет получаться вот такая вот неприятная ситуация. Вот, фильтры там спрашивают, каким-то образом относятся к инструментам? Да, если вы ставите светофильтр на прибор, ну, то есть мы говорим про работу со светом, мы все-таки ставим про приборы, то есть светофильтры бывают и на приборы. Вы можете их ставить, да, и, соответственно, абсолютно верно, если вы будете ставить на пути света этот светофильтр, то он будет работать у вас как инструмент работы со светом. А светофильтр, надетый на объектив, это не работа со светом, это работа с экспозицией уже получается. Как можно еще получить параллельные лучи? Есть проекционная насадка, которая в студиях бывает крайне редко, но, тем не менее, в некоторых студиях ее можно найти и арендовать. Покупать ее нет смысла, она очень дорогая, как правило, поэтому студии ее, кстати, часто не покупают. Вот, проекционная насадка, это один из способов получения параллельных лучей. Осветительные приборы с линзами Френеля, это определенный тип линз, да, который тоже дает нам очень часто довольно параллельный ход лучей. Вот, и вот если мы снимаем с проекционной насадкой, вот мы будем получать вот такие фотографии, в которых, видите, лучи идут практически параллельные. Мы видим, да, что тени получаются четкие, края у теней получаются очень резкие, да, у нас получается такой жесткий свет, который может выглядеть в некоторых случаях очень эффектно. Еще может получиться практически параллельный ход лучей у больших параболических источников света. Ну, у маленьких тоже может получиться, но маленькие редко встречаются в студии, а вот большие параболические источники света, они, в принципе, нередко встречаются, но у этих параболических источников света, которые пара называется у них, есть, конечно, свои тоже там заморочки, которые не все люди не всегда соблюдают, чтобы с ними можно было правильно работать. То есть там нужно источник света располагать в определенном месте, так называемой точке фокуса, да, если он будет источник света стоять ближе или дальше, то у вас будут лучи не сфокусированы, не будет параллельных лучей. Ну, это целая интересная тема, которую можно отдельно обсуждать, и не всегда это нужно. Итак, представим себе, что вот как работает этот ход лучей, да, и как вот, на что еще может повлиять. Представим себе, что у нас есть некая лампочка, неважно какая это лампочка, это будет торшер или будет это студийный прибор, давайте представим, что студийный прибор. Лампочка без всего, она светит во все стороны. Ну, то есть если у нас она будет просто стоять на ножке и просто будет светить, то свет будет идти во все стороны. Поэтому обычно в студии что делают? Надевают, ну, как минимум, какой-то, хотя бы элементарный какой-нибудь вот рефлектор, который не дает свету светить во все стороны. Он начинает светить в какую-то одну сторону этот свет, да, и у нас получается, ну, по крайней мере, гораздо уже сектор свет. Это первый момент. Второй момент, если мы посмотрим, то мы увидим, да, что у нас, видите, сектор освещения, который здесь есть, он довольно сильно меняется, вот этот угол движения лучей, и поэтому если мы посмотрим на тени, которые будут получаться, то мы увидим, что тень там будет довольно искаженной. То есть вот при таком освещении мы будем получать тени с одной стороны там более четкие и более пропорциональные, а с другой стороны мы будем получать вот эту тень, видите, которая внизу от руки девочки, она получается значительно больше, и она получается менее четкой, да, и хотя, казалось бы, источник света маленький, источник света небольшой, но, видите, жесткий свет не получается у нас, во-первых, во-вторых, он получается, тень дает нам искаженный. Так что вот с этим нужно работать, и поэтому, если вы хотите более какую-то четкую тень, если вы хотите, чтобы тени были более аккуратны, то нужно отодвигать источник света дальше от модели, как можно более далеко. Лампочку, да, вот это рассея, в смысле, рефлектор с студийным прибором, или от окна дальше, если там солнечный свет идет, хотя солнечный свет – это неправильный пример привел, потому что там и так параллельные лучи. А, допустим, фонарь там на улице висит, вот если фонарь освещает у нас, да, через окно, то тогда нужно будет просто дальше отходить от окна. И это будет нам давать более узкий сектор освещения, который попадает в нас на модели, и будет давать, ну, более параллельные лучи, да, и это будет давать нам более, с точки зрения теней, более интересный результат. То есть, если взять небольшой источник света, очень далеко отодвинуться от модели, то мы будем получать вот такие четкие тени, жесткие края. Размеры источников света. Ну, тут нужно только помнить, что размер источника света – это вещи относительные. Что означает? То, что мы помним, да, что Земля во много миллионов раз меньше, чем Солнце. Солнце – огромный, гигантский шар огненный, но для нас, для жителей Земли, это точечный источник света. Почему? Потому что Земля находится очень-очень далеко от Солнца. То есть, на очень-очень большом расстоянии мы живем от этого Солнца, и поэтому для нас вот этот огромный огненный шар выглядит, как маленькая точка в небе. И дает нам довольно жесткий свет, то есть, небольшие угловые размеры этого источника света дают нам в результате довольно четкие тени. То есть, этот момент нужно просто держать в голове, потому что многие люди думают, ну, если я возьму большой софтбокс в студии, то у меня будет мягкий свет. А если я снимаю группу людей, то мне нужно отодвинуть этот свет подальше, чтобы было равномерное освещение. Я отодвинул, и человек такой, как же? Мне говорили, что большой источник света дает мягкий свет. И отодвинув его, он далеко вдруг получает жесткий свет. Он не понимает, почему. Почему? Потому что относительно людей этот софтбокс стал маленького размера. Хоп, и он стал небольшим, и дает нам жесткий свет в результате. Будучи отнесенным куда-то далеко, он дает нам жесткий свет. Ну, в общем, собственно говоря, вот эти все насадки в студии, они есть для того, чтобы регулировать направление света, то есть задать туда, куда он должен светить, это первый момент. А второй момент — подобрать размер, чтобы получился мягкий или жесткий свет. Ну и цвет. Цвет вообще очень важная характеристика света. И тут все не так просто, потому что там есть очень много нюансов, связанных с тем, что цвет, и цвет, вернее, это не только физические характеристики источника света, это еще и наше восприятие. То есть цвет, на самом деле, это реакция, которая рождается в мозгу у зрителя на раздражение определенным светом. То есть падает на сетчатку определенный свет, и у нас рождается определенная реакция, и мы ее уже можем сформировать в некий цвет. Ну, чтобы эта реакция была более-менее предсказуема, нужно работать с более правильными источниками света, и вот более правильные источники света, они характеризуются спектром излучения. То есть если мы посмотрим, есть хороший спектр излучения, есть плохой спектр излучения. Вот солнечный свет, там все цвета радуги присутствуют. Там у нас и синий, и зеленый, и красный, и оранжевый, и все-все есть. Если мы возьмем лампу накаливания, там тоже все есть, но оранжевого больше, чем синего, синего меньше. И поэтому у нас все желтит и оранжевит в лампах накаливания, в свете ламп накаливания. Но это довольно легко исправляется с балансом белого. А если мы возьмем какие-нибудь дешевые энергосберегающие лампы, или какие-нибудь там лампы дневного света, то мы увидим, что там спектр рваный. Да, вот вы можете посмотреть, это вот четвертое сверху у нас по пункту идет, где у нас там что-то желтого, что-то какие-то ошметки оранжевого, что-то зеленого, что-то синего, и все, получается такой рваный спектр. И этот рваный спектр дает нам некрасивый свет, то есть у нас ничего не получится исправить с этим светом, то есть не получится использовать какой-то баланс белого, чтобы исправить освещенную сцену этим светом. Ничего не получится, потому что баланс белый – это инструмент, который может повлиять на смещение цветового баланса в ту или иную сторону. То есть вы можете отчасти подправить, если у вас был полный спектр излучения, как с лампами накаливания, но только превалировали какие-то одни цвета, вы можете эту картину исправить. А если у нас прибор не светит, как дешевая энергосберегающая лампа, не светит никаким нужным вам цветом, то вы его ниоткуда не возьмете. То есть как вы будете не настраивать фотоаппарат, что вы с этим не будете делать, вы будете получать все время некрасивые цвета. Ну то есть, например, человек, который, может быть, в этом свете будет освещен, он будет каким-то, не знаю, там, землисто-серый цвет кожи иметь, или он будет смотреться каким-то излишне поросячьи розово-щеким, или что-то еще будет происходить, и как ни крути, все будет получаться плохо. То есть хорошие вот, хорошие лампы, они должны, в принципе, давать довольно хороший свет. Вот, с ним нужно работать. Хорошие светодиоды, кстати, не такая уж и редкая штука. Николай, почему-то, я не знаю, вы так решили, что они редко встречаются. На самом деле, не так-то и редко, и есть специальные сайты, где люди исследуют все эти лампочки на предмет как раз индекса цвета, и чаще всего используется вот характеристика, которая называется CRI, Color Rendering Index. Это довольно старая характеристика, она была утверждена, этот стандарт, в 65-м году, и это некий средний уровень передачи восьми основных цветов, это от R1 до R8. И, кстати, этот CRI не включает в себя цвет кожи. То есть он, вот как раз этот цвет кожи, это R9 отдельно выводится, такая даже характеристика есть, которую потом ввели, потому что CRI у лампочки может быть хорошей, то есть вы залезли на специальный сайт, купили, не знаю, там лампочку, полезли смотреть, вот этого производителя, эту модель нашли, а там CRI хороший показатель дает, там измеряется в единицах, 100 единиц это очень хорошо, идеально практически, там 90 тоже очень хорошо, там от 80 до 90 неплохо, там от 70 до 60 так себе, там ниже 50 очень плохо этот индекс. И, собственно говоря, мы смотрим и видим, о, CRI в этой лампочке хорош, то есть вот этот показатель хороший, типа, ну не знаю, 80, это в принципе хорошо, может быть там 85, вообще прекрасно, хорошая лампочка, по идее должна хорошо светить, мы ее вкручиваем, начинаем фотографировать, а человек получается плохо. На фотографии он какой-то поросенок, то он серенький, то он розовенький, то непонятно, что с ним происходит, и у него получается плохо. Почему? Потому что CRI это очень старый индекс, и он не учитывает цвет кожи. В более продвинутых версиях стали указывать еще индекс R9. Но более правильно, конечно, смотреть CQS, характеристику, если она есть, она уже по 15 основным цветам определяется, да, ну или более современный, есть 2015 года стандарт TM3015, вот и он, конечно, дает нам по 99 цветам уже полную раскладку. То же самое в единицах, там 100 это хорошо, 90 очень хорошо, там 80 прекрасно, тоже неплохо, да, там 70, ну так себе, да, 60 посредственно, ну и так далее. Это вот тоже так, так же индекс абсолютно выглядит, но оценивает больше цветов, и это дает нам более правильное, более плавное представление о качестве света. У всех хороших приборов есть паспорт цвета, и там можно этот индекс посмотреть. Вот, ну обычно, обычно, обычно это все указывается. Где не указывается, например, братья-китайцы не указывают, они ни CRI не указывают, порой ни CQS не указывают, тем более ни TM3015. Есть люди, которые сами покупают цвет, и с ним возятся, и изучают, какие же у него характеристики, и в принципе, если вам это интересно, вы можете найти соответствующие сайты, где это очень подробно все изучается. Вот, ну, работать со светом отчасти помогает нам светофильтр, который позволяет нам в то или иное направление сдвигать этот свет и получать то, что нужно нам. А теперь мы перейдем к характеристикам свет теневого рисунка. То есть мы говорили про лампочки, какие они бывают, теперь кратко, естественно, мы не можем все подробно обсуждать, но основные какие-то вещи есть. И поговорим про свет теневой рисунок. То есть поговорим про результат падения света на объект, который мы фотографируем. То есть вот летел-летел куда-то свет, попал куда-то, и получился свет и тень. Вот мы эту свет тень тоже можем изучать. И вот как раз у нас есть некий вот такой вот ликбез по поводу этой светотени. У нас есть шар, и вот на него там самая яркая область, где падает свет, это блик, где там практически засветка до белого может доходить. Есть просто свет или светлая сторона, это где освещение, где переход начинается от света к тени, называется полутень. Есть собственная тень, это когда у нас половина шара, оказывается, тени это полутень. Есть рефлекс, это то, что отражается от каких-то других предметов свет, и спадающая тень. Это прям очень грубо, такие прям основные такие вот характеристики. Ну и какие бывают характеристики самого светотеневого рисунка. Жесткость, мягкость, это характеристика светотеневого рисунка, и она определяется по границам падающей тени. То есть если у нас есть падающая тень, то мы должны посмотреть, какие у него границы. И если, кстати, нет падающей тени, то жесткость или мягкость в этом мы определить не можем. Ну только по костным каким-то причинам, можем там по бликам в глазах и почему-то еще мы можем это определить. но если есть падающая тень, то мы можем говорить про, соответственно, жесткость или мягкость. Контрастность — это, по сути, глубина теней, по сути, чернота теней, насколько они будут черные или не черные, да, это вот контрастность и чистота. С этим его рисунком мы сейчас про это поговорим. Итак, жесткость или мягкость у нас определяются, как я уже говорил, по границам падающей тени, то есть вот мы видим объект, объект отбрасывает некую тень, и если у нас небольшой относительно модели или неотносительно объекта будет, источник света будет небольшой по размеру, то у нас будет жесткий светотеневой рисунок. То есть края у света и тени будут очень четкие, то есть вот есть тень, вот есть свет. А если у нас будет какой-то большой источник света, то есть большой по размеру, то у нас будет мягкий свет, то есть граница света и тени будет размыт. Это касается падающей тени, еще раз. Жесткость или мягкость светотеневого рисунка определяется по границам света и тени, падающей тени. Жёстким светом работать сложнее, намного сложнее, но при этом интереснее. Сложнее, почему? Потому что любая ошибка, любой шаг влево, шаг вправо, и жёсткая тень смотрится уже некрасиво, куда-то там забирается, куда-то там падает, не туда, куда нужно, как-то некрасиво ложится, какие-то даёт изгибы, извивы, которые мы даже не ожидали увидеть, поэтому жёстким светом работать сложнее, но это и интереснее. С мягким светом работать проще. Жесткий свет очень хорошо подчеркивает фактуру и детали. То есть, мы посмотрим, то мы можем увидеть, что жесткий свет, вот каждый бугорок, тень, да, у нас, кожа состоит из бугорков и впуклости, и впадин. Если мы крупно увеличим фактуру кожи, посмотрим, что это такое, то мы увидим, что там есть впуклости и выпуклости, и от каждой выпуклости есть собственная тень, и жесткий свет эту тень очень хорошо передает, показывает, и поэтому детали, подробности жестким светом очень хорошо показываются. Если мы говорим про всякие разные софтбоксы, которые у нас есть в студии Нужно не забывать про очень важный момент Что за диффузором, за большой тканью, которая там есть Стоит, как правило, небольшой источник света Небольшого размера И это тоже нужно учитывать То есть даже если мы берем большие софтбоксы Даже если мы берем какие-то большие источники света Нужно помнить, что за этой тканью или за этим рассеивателем Стоит у нас, как правило, прибор, светолампочка И нам может показаться, что софтбокс светит равномерно И светит, кстати, параллельными лучами Может показаться, на самом деле это не так Он светит не параллельными лучами, это раз А во-вторых, он светит неравномерно То есть софтбокс нас освещает, поскольку там находится источник света И у нас получается Перескочила слайд Вот, и у нас получается, что края софтбокса Светят у нас на модель гораздо меньше Гораздо слабее Почему? Потому что расстояние от этой лампочки До этих краев значительно больше, чем расстояние Которое свет проливает по прямой Помните, да, закон обратных квадратов Никто не отменял И чем свет дольше летит, тем он сильнее ослабевает И поэтому по краям софтбокс освещен слабее, чем в центре Это касается, кстати, стрипов Которые очень любят многие люди в студии ставить Потому что они думают, что вот этот стрип будет освещать у нас модель равномерно От головы до ног Нет, не будет Стрип совершенно для другого придуман Это прибор совершенно для другой цели Не для того, чтобы равномерно Вот Ну и, соответственно Этот момент нужно помнить Да, вот эти принципы основные, которые у нас есть Чтобы не попасть на ловушку То, что у нас будет какое-то равномерное освещение От того, что мы используем какой-то рассеиватель Нет, не будет Полупрозрачная занавеска на окне работает тоже как диффузор Вот Она работает как некий такой способ увеличить размер источника света То есть свет у нас попадает в ткань Ткань у нас, получается, рассеивает свет И у нас получается большой источник света, который дает нам мягкий свет Ну, отраженный свет тоже самое дает нам, да Большое пятно получается света на стене Да, потому что, помните, лучи у нас идут не параллельно Они идут у нас расходясь, дается некое пятно на этом поверхности Поверхность, от которой отражается свет И уже это пятно получается большой источник света для предмета, который мы хотим осветить И, получается, опять же, свет дает нам мягкий То есть крайница света и тени получается мягкий Контраст Это еще одна характеристика свет-теневого рисунка Ну, вот наглядно показан, да, с высоким контрастом Это то, что мы называем очень часто объемный рисунок То есть когда у нас тени очень хорошо заметны И они, как правило, довольно темные, практически черные Это контрастный свет-теневой рисунок Вот, а, соответственно, неконтрастный свет-теневой рисунок Где тени практически отсутствуют Либо их не видно, либо они прям очень-очень слабо видны Это неконтрастный свет-теневой рисунок Ну, вот максимально упростив Можно представить себе контрастный-неконтрастный свет Вот таким вот образом Слева неконтрастный если мы нарисуем такой рисунок девочки то но в принципе наш мозг вполне добавит не дыхать необходимые черты лица то есть там дорисует нос там губы лоб не знаю там мы сможем домыслить это не недостающее мы можем понять какой объем в принципе мозг позволит понять объем этой картинки но гораздо лучше будет если у нас будет более какая-то плотная более контрастная такая тень который даст нам понимание формы понимание объема и мы сможем лучше понимать какой нос там какие губы какие щеки и так далее там подобное то есть в принципе в если говорить в живописи про это очень прекрасно известно много да про работу со светом и там эти моменты очень подробно изучается но на всякий случай а мы тоже напоминаю про контраст контрастный свет встречается в жизни как контрастный так и не контрастный то есть тени могут быть черные и тогда у нас будет контрастный свет тени могут быть видите как вот на ровном месте тоже самый дневной кадр снятый днем да но при этом тени видите от кругов и от надувного матраса на дне бассейна не черные тени довольно светлые жесткий свет видите четкие края у света тени это жесткий свет но при этом не контрастное освещение то есть тени очень довольно прозрачный один из самых простых способов как можно снизить контраст черноту теней да можно поставить отражатель вот и отраженный свет будет давать нам рефлекс на будет подсвечивать со стороны тени нам тот объект который нужно и тени перестанут быть черными они будут уже не контрастными да это один из способов заполнения теней светом в качестве отражателя может быть что угодно можно купить отражатели там не за магазине пойти он кстати очень дорогие относительно другого оборудования студии но это не очень дорогая вещь а можно взять любую картонку покрасить в белый цвет можно не знаю там взять футболку можно взять большой ткань простыню белые до используйте в качестве отражателя чем ближе будет отражатель вы будете пододвигать со стороны тени к объекту тема рефлекс будет ярче чем дальше будет тем слабее то есть вот вы можете регулировать как раз мощность заполнения теней при помощи отражателя подносите близко отражатели тени перестают быть черными относangleде дали и они становятся более черного то есть управление происходит при помощи этого отражателя кстати очень важный момент очень часто я вижу такой вот прям 1 моменту и говорят что сейчас я поднесу к тени отражатель ну или использовать дополнительную лампочку под свечу тени и тени станет менее жестким они перестанут быть жестким это очень часто такая путаница потому что помните мы говорили про жёстка То есть жесткость определяется по границе, исключительно только по границе падающей тени. То есть тень у нас четкая, края тени и света четкие, тогда у нас жесткий свет. Мягкая, размытая, растушевывательная, тогда у нас мягкий свет. Только это определяет на жесткость или мягкость света. То есть когда вы его подсветите, взяв отражатель, например, поднеся его с стороны тени, или используя еще один прибор, еще одну лампочку, которая подсветит тени, вы не сделаете тень менее жесткой, она не будет менее жесткой или более жесткой, неважно. не поменяется источник света если не меняется в размерах то тень будет по-прежнему с такими же краями как это было самого начала то есть когда вы поднесете этот рефлектор вы сможете сделать свет или свет теневой рисунок сможете сделать менее контрастным то есть он перестанет быть таким контрастном да но он по-прежнему жесткостью никак не поменяется поэтому когда люди говорят ну сейчас я вспышкой подсвечу тень и сделаю менее жесткий нет так не работает не сделайте менее жесткой и более жесткой не сделайте на более или менее жесткой вы можете поменяв размер источника света относительно модели ну то есть можно поставить другой рассеиватель да то есть можно взять небольшой соутбокса маленький рассеиватель и тогда у нас будет более жесткий свет можно взять приборы отнести куда-то очень далеко тогда у нас будет жесткий свет помните да в идеале как солнце улететь куда-то вообще далеко далеко и тогда у нас будет маленький источник света относительно нас давать параллельные лучи будет жесткий свет можно если получится то есть это другие способы получения жесткости или мягкости а вот поднесением какой-то вот как раз вот картонки или там отражателя к тени не делает тень более мягкой ну вот отражателю может быть кстати стена дом вот видите да какой вариант мы можем и кстати прекрасно видеть эту стену дома она в очках отражается ее прекрасно видно этого юноши как раз отраженные от этой стены свет получился не жесткий как он был бы есть и человек стоял он просто лицом к солнцу он был г sextким светом освещенный да потому что от солнца жесткий помните свет идет очень маленький источник света параллельные лучи получается дают нам жесткий нас вет с четкими тенями а если развернуть его спиной к солнцу но большому источнику света отдом получается уже большой источник света вы будете получать мягкие такой вот довольно комфортный для работы свет не факт что интересный но он будет явно мягче явно проще с ним будет работать в небольшом помещении но если у вас допустим какая-то небольшая комната та же самая кухня до 6 квадратных метров которые у нас к сожалению любили очень раньше строить такие небольшие кухни со светлыми какой-то мебелью там гарнитуром кухонным светлых тонов будет вас получаться не контрастное освещение потому что они будут работать как естественно отражатели то есть стены будут отражать свет вы оказались помещение есть окно свет попадает через окно и дальше начинает отражаться от стен от потолка от пола и вы не получите черных теней то есть не получится сделать контрастное освещение и в этом случае конечно бывает не очень симпатично потому что может быть хочется как-то поработать с тенями можно хочет как-то более объемный свет он получается такой не объемный потому что тени очень сильно заполняется а вот что в этих случаях делают, ставят черный, так называемый, флаг. Флаг, это, ну, вот, в данном случае используется картонка, покрашенная в черный цвет, или черный бархат, или можно взять шубу, например, если у вас черная есть шуба, ее можно тоже использовать, потому что она тоже неплохо рассеивает цвет. Мех, потому что он в разные стороны получается, да, рассеивает цвет. Вот, ну, и, в принципе, можно любые какие-то предметы черные, да, ставить между соответственно, объектом и стеной, чтобы отражение было слабее. Вот, и в принципе, да, очень много может быть вариантов, вот там, укрывной материал, который вот, геотекстиль, который продается в магазинах, вот его тоже можно использовать, то есть вариантов очень много. Вот, ну, и это можно тоже попробовать, поэкспериментировать. Вместо отражателей в студиях, если говорить в студиях, да, довольно часто используется, так называемый, заполняющий свет, то есть используется еще один прибор, как правило, вот он здесь как раз кружочком обведен, это заполняющий свет. Почему используется прибор, не отражатель? То есть отражатель на природе очень хорошо, а в студии чаще всего прибор, потому что отражатель должен что-то отражать, чтобы, по своему названию, да, чтобы он работал, на него должен какой-то падать свет. А в студии может быть сделано так, что свет на него никакой толком падать не будет, да, то есть будет падать на модель, но он на отражатель не попадет. Поэтому отражатель малоэффективен в студии, в большинстве случаев, хотя есть ситуации, когда он может работать, но в большинстве случаев предпочитает с ним не связываться, не завязываться, не искать положения такие, чтобы он работал, а использует просто дополнительный источник света, который подсвечивает то, что нужно. Вот, ну и мы пришли к еще одному пункту, это частота. Частота это очень такая вещь, довольно своеобразная, и мы с вами говорили, что она очень сильно завязана на традиции. Мы бы с вами говорили, что у нас в традиции хорошего, какого-то правильного, красивого освещения главный источник света только один. А если мы говорим про помещение, то так может оказаться, что у нас будет много источников света. В этом помещении видите лампы, и окно, и торшер, и что угодно, да, здесь много всего освещения, и в принципе для жизни это комфортно и удобно, это все довольно может быть симпатично, но это не очень хорошо с точки зрения красивого свет-теневого рисунка, потому что у нас будет так получается, что видите, от каждого источника света будет своя собственная тень. У нас будет такая каша, да, получается такая грязь. Вот под оборотком у нас получается много разных каких-то теней, которые друг друга пересекают, друг другу накладываются, и смотрится это как грязь, смотрится это очень не симпатично. И в такой фотографии обычно, когда люди смотрят, они говорят, ну какой-то ужас, какой-то кошмар, вот так смотрится некрасиво, вот, и это нами воспринимается как плохая работа фотографа со светом. Перегруз теневого рисунка может возникнуть не только от большого количества лампочек, он может еще возникнуть от теней, которые есть, и от их не очень аккуратного, этого теней и света, бликового чередования. То есть может быть очень много этих теней, которые будут, да, тоже нам перегруз, и вот мы видим, да, на лице, например, на лбу у девочки, там, на носу зажженный этот нос, там, от каждой пряди волос тоже тень, светящаяся лампочка носа, да, какие-то очень яркие пятна на фигуре, они тоже будут восприниматься как перегруз, и тоже будут восприниматься как грязь, да, которая воспринимается не самым симпатичным образом. Ну, то есть в некоторых случаях вот эти световые пятна могут работать красиво, то есть создавать ощущение, там, осеннего, там, леса с светлыми лучами, да, там, или летнего какого-то настроения. Но в большинстве случаев, если нет вот этого подчеркивания какой-то природы, красоты, леса, не знаю, что-то еще, в большинстве случаев вот эти вот пятна смотрятся очень перегружены, и они для зрителя выступают сигналом того, что фотограф не поработал над светом. То есть он не предпринял никаких действий, чтобы убрать этот перегруз, чтобы убрать эти некрасивые тени. Означает то, что он это просто не замечал, на это не обращал внимания, если проводить аналогию, то повар просто не уделил внимания, не знаю, там, сервировке блюда. То есть он приготовил вкусную еду, там, вам принес, и все, вот, в одной тарелке, там, и котлеты, и первый, второй компот, да, все в одном блюде, и все это навалено кое-как. И вы такие, ну, типа, наверное, это с едом, наверное, это еда, но есть я это не хочу, потому что зачем мне это? Я пойду в тот ресторан, где мне все красиво, шеф-повар не только над блюдом поработал, но это с сервировкой, над подачей. Вот, это тоже очень важно, да, вот, есть такие вот неприятные моменты, которые воспринимаются зрителем, как дефекты освещения. Особенно, вот, очень странно, от бра получилась, вот, от бизгальтера тень, которая выглядит очень странно, она каким-то профилем мефистофеля у него на груди вытуторивалась, вот, ну, нос, понятно, зажженный, лампочка на носу смотрится очень странно, да, вот, на животу еще ладно, там, туда-сюда, как-то можно пережить на животе тень, но вот на груди, конечно, смотрится очень странно, и главное, что такая тень, она правдоподобна, то есть она на самом деле, ну, в том плане, что это реальная работа света, ну, вот он так вот падает, да, и таким вот образом образуются тени, то есть с точки зрения физики здесь все правильно, но с точки зрения восприятия, то есть если попросить художника сказать, дорогой художник, вот ты красиво рисуешь там красивых девушек, а может ты мне нарисовать девушку, лежащую на пляже в песке, чтобы под солнечным светом она лежала, да, красивая, полуобнаженная, там, всего лишь только в бикини, да, вот, чтобы нарисуй мне вот такую картину. Художник скажет, окей, возьмет кисти краски и будет рисовать по памяти вот эту картину, и я вот не могу себе представить ни одного художника, который нарисует вот такую тень на груди, ну, ни одного, да, то есть он, ну, как-то, может, ее нарисует, может быть, она будет там сглаженная, может, она будет там полукруглая, может, вообще в его понимании тень на грудь не должна попадать, но вот так вот он не нарисует, потому что это нами воспринимается как какой-то вот кошмар, какой-то ужас, да, ну, про безрукость я молчу, мы про свет здесь говорим, да, и про все остальное тоже молчим, про промах по фокусу, да и так далее, да, фокус здесь на груди как раз, да, а не на лице, как должен быть, по идее, в портрете, в данном случае мы сейчас разбираем даже не безрукость, безнокость, и не промахи по фокусу, а разбираем свет, да, и поэтому в этом довольно частая такая ошибка, да, когда тени настоящие, то есть они, ну, вот так вот они сформировались, это же не придуманный какой-то свет, это вот настоящий свет, но с точки зрения зрителя это некрасивый свет, и тень некрасивая, да, потому что он говорит, что это вот не то, что я хотел бы увидеть, не те линии, которые бы мне хотелось бы разглядывать, мне бы хотелось бы разглядывать округлость груди, да, ну, скажет большинство людей, чем разглядывать какие-то странные профиль Мефистофеля, который у нас появился на груди, вот, и, конечно, тени могут быть и жесткие, и четкие, и могут смотреться очень красиво, и давать нам неперегруженный такой свет-теневой рисунок, но за этим нужно очень следить, за этим нужно очень смотреть, вот, естественный свет, конечно, прекрасен, но без работы фотографа он выглядит далеко не самым лучшим образом, то есть вот, вот как, если он упал, как упал свет, ну, то есть потому что сидели просто на лавочке, ну, где было комфортнее, ну, вот сидели, и вот он свет каким-то образом упал на лицо девушки, ну, и как-то вот все, в принципе, естественно, но он же смотрится ужасно, да, с точки зрения фотографии, да, линии не так подчеркнута, красота вот этих черт лица никак не показана, ничего, да, какие-то лишние, там, подчеркнутые детали, которые не надо было показывать, ну, и так далее, там, подобное. То есть ценятся фотографии, как мы уже видели, на работах мастеров, то, что я вам показывал, очень долгий, там, большой, там, был у нас подборка разных фотографий, разных авторов, разных времен, разных условий ценятся, когда естественный свет, даже на улице, выглядит как студии, то есть когда у нас есть ощущение, что вот этот вот свет красиво сделанный. Неважно, как это было на самом деле, было ли это действительно студийное оборудование, которое туда притащили, что очень маловероятно, вот на этой фотографии маловероятно. А если мы говорим про работы мастеров, то мы точно знаем, что во многих случаях никто никуда никакого студийного оборудования не тащил, то есть они просто искали такой свет, находили такой свет и подбирали позу модели таким образом, чтобы свет ложился так, чтобы он соответствовал нашим представлениям о прекрасном, а в студии этим делают самостоятельно, то есть берут лампы и поворачивают в студии, а на улице поворачивают модель, или идут в то место, где этот свет выглядит как студийный, то есть то, что мы говорили, красивый свет. Ну и крайность, это бестеневое освещение, оно, ну скажем так, не является ошибкой, не является чем-то ужасным и кошмарным, но довольно скучное и не очень интересное освещение, вот когда нету каких-то падающих теней. Инструментарий, который у нас есть, ну, самый полный инструментарий, который есть, это студия, поэтому я всегда всем говорю, идите в фотостудию, если вы хотите понять, как работает свет, то это самый простой способ, как можно с этим разобраться и поэкспериментировать со студийным оборудованием, ближе, дальше, больше, меньше насадка, направление туда, направление сюда, да, а что будет, если я возьму отраженный свет, а что будет, если я возьму прямой свет, а что будет, если я близко поставлю, а что будет, если далеко, если один, если два, вот вам как раз в студии это все позволяет экспериментировать и пробовать. И, кстати, у нас есть курс по студийной фотографии, специально обязательно в это верну, и у вас есть теперь еще купон на 2000 рублей, который будет приятным бонусом к приобретению этого курса. Алексей Довгуля ведет этот курс прекрасный совершенно по студийной фотографии. Вот, и всем рекомендую, если вы хотите понимать, как работает свет, обязательно нужно проходить эти, вот этот момент в обучении обязательно нужно тоже проходить любому фотографу. Причем даже если вы потом не будете снимать в студии, даже если вы не будете фотографировать с этими осветительными приборами, а будете, например, снимать только в естественном свете, понимание работы света, оно приходит в студии, причем это вот такой важный инструмент. Ну, окей, не все работают со студией, не все работают со студийными приборами, вот, например, Питер Линдберг, и он работал с естественным светом очень много, и разницы нет никакой, со светом нужно работать, вот, и даже если человек снимает, не знаю, там, на пляже и снимает с естественным солнечным светом, работу со светом никто не отменял. То есть нужно крутить модель, в данном случае вправо, влево, выше, ниже, подбородок, туда-сюда, это все крутится, и на самом деле снимается это все не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что работа со светом на улице, она тоже продолжается, и вот этот вот видный сетап, да, как был оборудован свет для этих съемок у Питера Линдберга, это вот такое вот, видите, помещение, в котором получался рассеянный и довольно мягкий свет, в отличие от того, что вокруг жесткий свет на этом пляже был, да, вот он снимал вот таким вот образом. Ну, к тому, что вот эти вот знания, которые в том числе в студии можно приобрести, они их никто не отменял, и это все по-прежнему может быть использовано потом фотографами и в а-ля таких вот натуральных съемках. Итак, какие у нас есть работы для, инструменты для работы со светом? Регуляторы яркости, мы сейчас их себе посмотрим, какие здесь есть. Второй момент, модификаторы мягкости, то есть мы можем модифицировать мягкий или жесткий свет-теневой рисунок делать. Мы можем регулировать контраст, то есть добиваться, чтобы тени были черные или они были светлые. И мы можем управлять цветом, да, у нас есть вот инструменты, которые позволяют работать со светом полным, полным набором. Ну, и первая регулировка яркости, что мы здесь можем сделать? Самое простое, мы можем регулировать мощность лампы, если у нас в студии, то у нас просто есть регулятор диммер, да, мы можем слабее свет, сильнее свет. Ну, и дома тоже бывает лампа с диммированием, тоже бывает. Мы крутим регулятор, сильнее, слабее, это первое самое, что у нас приходит на ум. И еще один вариант, мы можем эти лампы просто ставить их больше, либо меньше. Ну, то есть не одну лампочку использовать, а два, три светодиода, например, четыре, пять, там, собрать в панели какую-то. У нас будет, естественно, ярче свет, меньше свет, но будет слабее свет. Или, например, мы можем включать или выключать источники света несколько. Но нужно помнить, что если у нас будет несколько, вот, в помещении, там, люстра, там, с тремя рожками, например, да, то один включили мы рожок, то у нас будет одна тень, а если еще два включили, то у нас будет, получается, уже три тени, да. Особенно если человек будет стоять рядом с этой люстрой, то будет три тени, уже у нас будет грязный свет, теневой рисунок. Мы должны принять этого внимания и сказать себе, да, вот, скажем, света стало больше, снимать стало комфортнее, но он стал грязнее. То есть появились эти дополнительные тени, а это идет вразрез с нашим представлением о красивом свете, о правильном свете, который сформировался за многие, там, тысячелетия до нашего рождения и передавался нам с молоком матери. Мы впитывали в то, что является хороший свет, а что не хороший свет, это уже зашито у нас на нашем, в работе нашего мозга, восприятие правильного света. Сверху, сбоку, да, помните, один источник света, ну и так далее, там подобное. Вот, поэтому, этому будет сопротивляться наш мозг, он будет говорить, не-не-не-не, секундочку, вот этот свет некрасивый, много с теней, это какая-то дрянь. Поэтому, если будет далеко стоять эти приборы, но они, в принципе, будут давать все-таки более-менее одну тень. Если будет стоять близко, то, может, не надо добавлять лампы. Вторым инструментом управления освещенностью, то есть силой света, у нас, по сути, является изменение расстояния. То есть мы можем регулировать при помощи ближе лампочку, дальше лампочку, то есть мы можем поднести источник света, и тогда у нас будет ярче он освещен. Мы можем отнести источник света, и тогда объект, который мы фотографируем, будет слабее освещен. То есть мы не крутим никакой регулятор, нету там никакого регулятора, мы можем поднести ближе ярче, дальше слабее. То же самое к окну, мы можем подойти ближе к окну ярче, дальше от окна слабее. То есть все у нас инструменты есть. То есть также можно регулировать эту яркость при помощи расстояния. Выбор правильного времени суток, но все вполне очевидно, то есть как капитан очевидность. И у нас в полдень самый яркий получается свет, а вечером и утром умеренный, а ночью совсем мало света. И мы можем регулировать, выбирая время съемки. То есть утром выйдем, будет одна история, днем будет другая история, вечером третья, ночью четвертая. Выбор погодных условий для съемки. То есть фотограф может выйти, например, снимать в пасмурную погоду, тогда будет слабее освещение. Тем более там туман будет или дымка, или в дождь, например, можно пойти, будет еще у нас, соответственно, слабее освещение. Будет яркий солнечный день, будет сильнее освещение. То есть погоду вы можете сами тоже выбирать. Использование рассеивателей и флагов, которые у вас есть, если у вас есть. Это, кстати, может не обязательно быть студийная тема. Это может быть любой прибор, который стоит, там, не знаю, картонка, да, или там фанерка, или стул, который вы можете пододвинуть, который загородит часть света, идущую из окна. Это будет у вас флагом в домашних условиях. Вот, это можно и рассеиватель, занавески, помните, полупрозрачный, это рассеиватель, часть света съелась, да, стала слабее освещение. Вот, ну и использование отраженного света, то есть это можно свет направлять у вас не напрямую на модель, а направлять в отражение от стены или от чего-то еще, от какого-то рефлектора. И тогда у вас будет, получается, часть света рассеяться, потому что отражения идеального не бывает, даже зеркало отражает не идеальный свет. Часть света поглощается, вот, и, соответственно, если вы будете направлять какую-то стену в свет, то отражаться он будет слабее, вы можете этим самым регулировать освещенность. То есть это инструменты, которые, при помощи которых вы можете работать со светом. Управление мягкостью и жесткостью, да, тоже инструменты, которые позволят. Итак, первое, это выбор нужного размера источника света. Ну, что это значит? То, что если вы приходите в студию, то это очень удобно, потому что вы можете использовать нужную вам насадку, насадку, то есть взять большой софтбокс для мягкого света, или маленькую насадку для более жесткого света. То есть вы сами можете выбирать, что это будет. Кстати, дома в домашних условиях то же самое. Вы можете, например, использовать торшер с абажуром. То есть у вас не будет абажур, то это будет более мягкий свет. А если вы возьмете и открутите этот абажур, как правило, он довольно легко там крепится, его снимете, то у вас будет голая лампочка, и будет маленький источник света, будет жесткий свет. То есть вы можете тем самым тоже регулировать жесткость или мягкость света. Второй момент, вы можете изменять расстояние до источника света. Помните, мы с вами говорили, что расстояние тоже очень важно, потому что размеры, они относительные. То есть если мы возьмем тот самый абажур, поднесем его очень близко к лицу модели, ну так, чтобы он в кадр не попадал, но стоял очень рядом, то большой абажур, ну относительно лица, будет давать мягкий свет. Если я тот же самый абажур с тем же самым источником света отодвину куда-то очень далеко, то он будет, конечно, слабее светить, это мы помним, да, этот момент попомним, но при этом относительно модели он будет значительно меньше и будет давать более жесткий свет. То есть вот отнесли, все, чпок-чпок-чпок, унесли далеко, и у нас получается, собственно говоря, уже маленький источник света, и вот у нас получается более жесткий свет. Выбор погодных условий для съемки – это тоже инструмент управления жесткостью. Что можно там? Безоблачное небо, когда у нас нет облаков, у нас будет, получается, жесткий свет, потому что очень маленький источник света – солнце, Он имеет небольшие угловые размеры, дает нам очень параллельные лучи, которые дают нам жесткую тим. Если мы будем снимать в облачную погоду, то есть когда у нас затянуто все облаками небо, то мы будем получать, что свет попадает в тучу, туча рассеивает, ну облако рассеивает свет, и она является одним большим источником света, большого размера, и у нас будет получаться мягкий свет. Облачность сами выбирайте. Если постоянная облачность, то есть вот такая вот пасмурная погода, то тогда у нас будет мягкий свет такой рассеянный. А если у нас облачка то придут, то уйдут, то в зависимости от размера этого облака, поменьше облака будет более жесткий свет, побольше облака будет более мягкий свет. Тоже можно подловить такой момент. Выбор времени суток. Ну, понятное дело, что при безоблачном небе у нас будет свет, кажется, что одинаковый, на самом деле нет, утром и вечером он будет более мягкий, чем в полдень. Потому что линза света, которая у нас, атмосфера работает как линза, получается размер углового источника света, солнце оно у нас немножко меняет. И на закате и на восходе вы можете видеть, что солнечный диск значительно больше, чем когда он в зените. В зените маленькое солнце, а когда движется, оно кажется, что оно крупнее. Это вот тоже особенность нашей атмосферы. Поэтому если вы вечером будете снимать, то свет будет чуть мягче, чем в полдень. Использование рассеивателей и флагов. Ну, в студии это фрост-рама. Рама, на которой натянута какая-то ткань полупрозрачная на просвет. А в жизни это занавески. Занавески, либо какие-то ткани, те же самые, там, не знаю, простынь, которая держит ассистент, и на просвет ее направляет свет. У вас получается более мягкий свет. Ну, использование отраженного света тоже хорошо помогает. То есть, если у вас есть маленькая лампочка, ну, представим себе, это настольная лампа, да, и у нее, естественно, ну, какой там абажур настольный? Вот такой вот маленький рассеиватель, да, вот обычная настольная лампа. Можно посветить на модель, ну, что будет? Ну, будет жесткий свет. Ну, потому что внутри маленькая лампочка, там маленькая спиралька является источником света, если это лампа накаливания. Или светодиодик какой-то там стоит, он маленький, и, соответственно, дает нам жесткий свет с четкими краями. Ничего, как правило, хорошего от этого не получается на портрете, потому что подчеркиваются все детали. Сразу получается вероятность получить грязный свет, какие-то вот блики там световые, тени, может быть, перегружено будет, и это получается довольно сложно. Хотя интересно, но сложно. А мы хотим мягкий свет, чтобы был приятный свет. Вот эту же лампу можно развернуть в стену, и тогда она будет давать большое пятно. Но, да, при этом свет будет слабее, к сожалению, поскольку все это взаимосвязано, да, вот эти все характеристики, они все взаимосвязаны. Отраженное пятно будет, конечно, светить слабее, но это будет большое пятно, которое будет давать мягкий свет. Управление контрастом. Что здесь можно сделать, какие инструменты есть? Закон обратных квадратов. Мы помним, да, что чем дальше, тем ослабее, слабее свет. Ну и то же самое, как мы его помним, подносим картонку у отражателя близко, у нас получается отражение света сильное. Относим далеко, свет преодолевает большое расстояние, у нас получается слабое заполнение теней. Вот. Заполняющий свет, это вот мы можем просто поставить лампу и регулировать ее мощность. Мы в студии больше слабее, больше слабее, вот тоже можно дополнять. Отраженный свет, то есть рассеиватель, отражатель можно использовать для отражения света, да, тоже. Вот, который тоже будет давать нам заполнение. Ну и выбор времени суток, да, и помним, что вот контраст у нас тоже меняется, например, вечером он меньше контраст, чем днем, например, в полдень. Управление цветом, ну тут все попроще, потому что тут мы выбираем источник света с нужными характеристиками, используем цветные фильтры, выбираем нужное время суток для съемки, потому что утром и вечером, помним, да, свет теплее, более оранжевый, более желтый. В сумерках, кстати, свет может быть холоднее, голубее, если вам нужно, это когда уже солнце село, тогда у вас получается, так называемый, blue hour, такой короткий промежуток времени, когда все голубым-голубым-голубым расцвечено. Ну и использование отраженного света, если у вас есть некие поверхности цветные, то вы можете направить на них источник света, и он будет вам окрашиваться в тот цвет, в какого цвет эти поверхности. Ну, то есть если у вас синяя стена, то направив вспышку, например, в эту синюю стену, вы будете получать отраженный синий свет. Или направив, например, вспышку в красную стену, вы будете получать отраженный красный свет. Эти рефлексы тоже можно использовать. Это вот то, что инструмент управления цветом на таком первом приближении. Главная проблема вот этих всех инструментов, про которые я сейчас вам рассказывал, в том, что они все влияют друг на друг. Как это выглядит? Ну давайте представим себе. Вот у нас есть модель, есть источник света. Поставили, что у нас получается? Что в этом случае у нас получается голова будет освещена намного сильнее, чем ноги. Почему? Потому что путь А, который проделывает свет до головы, гораздо короче, чем путь Б, который летит свет до ног. То есть до ног летит большое расстояние, до головы летит короткое расстояние. Закон обратных квадратов никто не отменял. И свет, который попадает на голову, сильнее, чем свет, который попадает на ноги. Что можно сделать в этом случае? То есть люди говорят, ну а что можно сделать? Что можно отодвинуть подальше этот источник света? И тогда что у нас получается? Что путь А и путь Б, они, конечно, по-прежнему разные. и по-прежнему А короче, чем Б, но уже не такая разница. То есть если в первом случае у нас была разница в два раза, ну, условно говоря, то здесь уже будет разница там на 10% у них разница будет. И у нас будет получается, что они будут более равномерны, в этом случае освещение будет более равномерным. Но тут у нас выясняется, что сразу несколько моментов, что у нас изменится. Ну, освещение станет более равномерным. То есть если мы будем освещать человека, то он будет освещен более равномерным. Ну, ради этого всего и затеялась эта вот вся перестановка. но при этом освещенность модели уменьшится. Почему? Потому что прибор мы отнесли далеко. Опять эти квадраты выплывают, опять они начинают работать, и отодвинув мы модель далеко от этого света, получаем ослабление освещения. То есть нам нужно добавлять мощность этого прибора, если есть, конечно, такая возможность. Светотеневой рисунок станет жестче, потому что у нас какая-то была там насадка, допустим, рефлектор, но мы отодвинули дальше, и этот рефлектор стал меньше, ну и, соответственно, что мы получаем? Более жесткий светотеневой рисунок. То есть тени получаются более четкими. Даже если там был софтбокс, если мы отодвинем далеко, то этот софтбокс станет меньше в размерах, и мы получаем более жесткий свет. Но еще очень важный момент, что светотеневой рисунок может поменяться. То есть если мы просто отодвинем, вот у нас стоит лампочка в каком-то направлении направленную, и мы ее просто отодвинули, то есть не меняли высоту этого света, просто отодвинули, то получается, что угол освещения у нас тоже поменяется. То есть вот тут светило под таким углом, а тут уже будет светить под более пологим углом лампочка. У нас может поменяться цвет теневой рисунок, он может выглядеть по-другому. То есть вот эти моменты поменяются, помимо того, что мы хотели сделать более равномерное освещение, одно за другой цепляется, и получается, что на все это влияет. Но это еще не все. Представим себе, что у нас свет в помещении, там есть стены. И что у нас получается? Вот есть путь А, есть путь Б, который отражается от стены, от пола, и есть путь С, который просто от стены отражается. И мы видим, что путь А намного короче, чем Б и С. Ну да, получается, что со стороны света модель будет освещена ярко, со стороны стены, свет, конечно, отразится от стены, но вернется очень слабым, очень незаметным, и подсветка какая-то будет, но очень незаметная. А теперь мы говорим, но при этом же у нас получается неравномерное освещение, голова получается ярче, чем ноги, надо отодвинуть их друг от друга подальше. Отодвинули, прекрасно. Но у нас в результате этого получается, что путь А, Б и С становится ближе друг к другу. То есть они становятся по размеру ближе. И у нас получается, что А, Б и С, конечно, имеют разницу по-прежнему, по разнице между ними присутствует, но разница значительно уменьшилась. И в результате получается, что отраженный свет, который отражается от стены, уже не такой незаметный, он уже становится более заметным. То есть помимо того, что мы с вами говорили, что уменьшится интенсивность, увеличится жесткость, может увеличиться жесткость свет-теневого рисунка, изменится свет-теневой рисунок, еще и контраст может упасть. Если мы снимаем в темноте, в комнате, где есть стены, то в результате получается, что контраст свет-теневого рисунка уже не можем выдерживать такой, как был в случае. Что у нас изменится? Помните, мы говорили, что смещение станет равномернее, освещенность модели умеет, свет-теневой рисунок станет жестче, свет-теневой рисунок может поменяться, и сюда добавится еще контраст, который может поменяться, он явно поменяется. Это, в общем, такие инструменты, которые, конечно, нужно работать и пробовать на практике, и нужно осваивать это самостоятельно. Поэтому несколько советов для самостоятельного освоения. Если мы говорим про освещение, которое возникает у нас само по себе, какой-то естественный красивый свет на природе и пейзажи, то с этим, в принципе, люди довольно уже даже интуитивно поняли, что нужно работать, нужно искать красивый свет, чтобы он красиво ложился, ля-ля-та-поля, все это уже понятно. А в случае с городскими вещами многим людям непонятно, что такое красивый свет, плюс он очень сложный, там отражение, переотражение, поэтому очень многие люди начинают фотографировать, типа, а вот лучше давайте мы будем снимать, когда не будет никакого такого отраженного, переотраженного, какого-то солнечного, несолнечного, вот этих теней, давайте будем фотографировать пасмурную погоду. Можно, но скучно, к сожалению. В городе это вообще, конечно, грустная совсем история. Вот, а людей тоже снимать с таким бескнивым освещением не самая симпатичная вещь, а то есть может быть, но нужно понимать, что в этом случае другие какие-то компоненты должны перевешивать. Ну, то есть блюдо может быть некрасивым, но тогда должно оно быть невероятно вкусным, не знаю, каким-то очень редким, не знаю, каким-то очень сложным в приготовлении, ну что-то должно перевешивать. То есть тогда мы можем говорить, ну да, вот икра кабачковая, заморская выглядит не самым аппетитным образом, если ее положить там в тарелку, ну помните все, как она выглядит. Вот, и да, это не самое симпатичное, но вкусно, потому что необычно. Не помните, как Иван Васильевич меняет праздник? Заморская, облизнулся. Вот здесь то же самое, что-то должно перевесить. То есть какие-то другие моменты должны, конечно, перевесить эту тему. Вот, ну и у людей начинает возникать такое понимание, что со светом надо уже работать, но пока еще нет понимания, как. То есть вот он как-то ложится, но не самым красивым образом ложится, какие-то отражения, какие-то тени не самые удачные, да, и не соответствуют традициям. Ну, нужно смотреть на традиции, нужно вспоминать про инструментарий, которые мы с вами говорили, начинать работать с этими инструментами, для того, чтобы и тени, и свет были хорошие, чтобы глаза не уходили там в тень, не смотрелись такими мрачными, ужасными, да, чтобы подчеркивалось то, что нужно, скрывалось то, что не нужно, да, и чтобы не было каких-то странных теней, странных бликов, которые смотрятся странным образом. И со всем этим нужно работать. Ну, конечно, работать сложно на солнце, тяжело, да, потому что жесткий свет, причем такой, который нельзя подвинуть, нельзя переместить, но в студии тоже бывают свои проблемы. Вот видите, двоящиеся тени, например, какие-то страны на фоне, это смотрится не очень симпатично, означает то, что у нас здесь есть два источника света, как минимум, которые дают нам такое раздвоение теней, которые смотрятся ненатурально. Вот, на самой модели это незаметно, раздвоение не так заметно, а вот на фоне, на стене это смотрится, конечно, очень странно. И зритель говорит, что есть в этой фотографии какая-то грязь, грязь, то есть вот не то, чтобы грязно наследили, да, вот, а именно вот ощущение, что-то не какой-то вот непродуманность, недоделанность этого кадра. Вот, и это очень многими людьми воспринимается подсознательно, потому что вы теперь понимаете, это зашито, зашито уже восприятие правильного света уже у нас там на подкорку, можно сказать. Вот, надо как? Надо, чтобы было красиво. А как красиво вы теперь знаете, вот. Если посмотреть, то вы увидите даже вот там случайные кадры, натюрморты, какая-то стиллайв, то это все тоже может быть с красивым светом. И может быть пойманный свет из окна, может быть какие-то блики, рефлексы, а может быть специально созданный в студии тот, который нужен. Могу дать вам только несколько советов, как можно работать со светом. Первое, что вы должны определиться, ну, на мой взгляд, это будет правильный подход, с типом освещения, исходя из задачи. То есть вот вы должны поставить перед собой цель, хочу снимать вот то-то, или хочу сделать вот это. Хочу, не знаю, там, снять фэшн-портрет, да, вот, или фэшн-кадр какой-то, в котором бы фактуры играли роль, там, детали были хорошо видны. Ну, лучше брать жесткий свет. Ну, или там, умеренно мягкий такой, прям на грани между жестким и мягким, брать вот такой свет. Ну, это первое. Второе, я говорю, хочу снять, не знаю, там, портрет, чтобы меньше возиться со светом. Ну, тогда лучше брать мягкий свет. Ну, понятно, да, вот какая-то должна быть логика, там, контрастный, не контрастный. То есть хочу лучше работать с объемом, передавать форму, передавать объемы, да, тогда лучше брать контрастный свет. Или хочу работать, там, не знаю, там, с человеком, у которого возрастные изменения, то есть мне нужно их скрыть. Тогда лучше брать не контрастный свет, чтобы тени были не очень темные. Ну, вот это первое, что вы должны определиться, что вы хочу. Ну, что вы хочу, после того, как определили, что хочу. По возможности уберите весь лишний свет. То есть, если у вас есть такая возможность управлять светом в студии, уберите весь лишний свет, погасите верхние лампы, выключите дополнительные приборы, закройте окна, оставьте только один источник света, главный, основной, рисующий, с него начните, с ним начните работать. Если вы дома снимаете, то опять же, выключите все лампы, закройте все окна, кроме основного окна, с которым вы будете работать, уберите весь свет вообще. который лишний, который вам мешает. Если есть такая возможность, уберите и начните работать с первого главного источника света. Ну, как правило, это рисующий источник света. Тут могут быть исключения, ну, может быть, работать с контровым и захотите контуры, как, помните, Блюменфильд я показывал, да, у него там контуры были такие, то есть, может быть, вам захочется что-то такое делать, но тогда это будет контровой один источник света, главный. Но, может быть, вам захочется делать вот сразу прям классический, там, значит, это будет рисующий источник света. Начните работать с ним с одним. Убрали весь ненужный свет и прям посмотрите, а что будет, если я в лоб поставлю, а что если сбоку, а что если сверху, а что если снизу подсвечу. Ну, тоже можно попробовать и посмотреть, да, какие будут варианты. Вот, и так далее и тому подобное. Вот, ну и используйте подручные средства. Это, как вы видели, да, что очень часто, когда вы работаете со светом, все такое, я тебя слепил из того, что было. Картонки, какие-то на скотче прилепленные, там, отражатели к стене, приклеенная простыня скотчем на булавках, что-то держится. Это обычная практика для работы фотографа, ничем она не порочная, и она абсолютно такая вот естественная, натуральная, и это нормально, когда фотограф начинает собирать все подручные средства, из них что-то лепит. Конечно, хорошо, если это будут все фирменные приборы, если это будет, не знаю, там, бронколоры, там, вот, эти отражатели, тут приборы, тут рассеиватели, но что я видел, и с чем я работал, и как у меня все получалось, и как и другие фотографы работают, я наблюдал много раз за этим, все обычно скатывается, потому что, а давайте вот это на скотче приделаем сюда, чтобы это заработало. Ну, не надо этого бояться, это нормальное явление, главное понимать логику, главное понимать физику, ход лучей, квадратные, эти обратные квадраты расстояния, да, и принципы большой, маленький источник света, да, контрастный, неконтрастный, вот то, что мы с вами изучали, и с этим можно работать. Вот, на этом все, дорогие друзья, это основные какие-то инструменты. Понятное дело, что это такой некий, конечно, обзор, это, понятное дело, что стрим, который посвящен, скорее, некому пониманию, некому такому информированию, как нужно делать и что нужно делать, в каком направлении нужно двигаться. Понятное дело, что тут должно быть огромное количество практики, огромное количество нюансов, которые нужно подробно разбирать, но для этого существуют курсы, которые мы с вами посещаем, и на которые, я надеюсь, вы придете. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте, я постараюсь вам на них ответить, то есть вот эти все моменты постараюсь вам рассказать. Вот, на практике, на природе, как это увидеть визор камеры? На самом деле, очень сложно. Нужно, я вам рекомендую всегда, если вы хотите увидеть, что происходит со светом, снимать сильно недоэкспонировав. Ну, то есть сделать кадр, если вы не понимаете, как ложится свет, сделайте просто сильно недоэкспонировав, ну, то есть прикройте, например, сильно диафрагму, или опустите высокое ISO, или сделать очень короткую выдержку, и тогда будет у вас темный кадр, в котором светом вы увидите как раз более заметно, будет более четко. То есть делать недоэкспонированные кадры, тестовые, не для всегда, а вот просто вот хочу понять, что там со светом. Убрали на две ступени ниже экспозицию, опустили, вы сразу увидите этот свет, гораздо лучше, гораздо более четко вам будет понятен. Если у вас нету монитора, на который вы могли бы сразу это все посмотреть, если вы в поле снимаете. Посмотрели на две ступени, сделали ниже, увидели, а, вот тут пятно некрасивое, потом вернули настройки обратно, потому что, помните, да, что недоэкспонированные кадры, это гораздо хуже, чем переэкспонированные, наоборот, переэкспонированные кадры лучше, чем недоэкспонированные, да, все верно, я понял, сказал? То есть, короче, делать кадры темнее не нужно, делая кадры на современную цифровую камеру темнее, вы делаете их хуже. Очень многие люди любят так, типа, я спасу за то света. Да, да никому эти света не нужны. Ну, про эту тему очень много говорилось, про эту тему очень много рассказывалось. Есть обратные совершенно советы, которые вы можете прочитать в интернете, так вот эти советы вредны. Они, к сожалению, бывают так, что очень много всякой глупости и ереси, и говорят, что надо делать кадры немножко темнее, там, в минус одну ступень. Ну, в принципе, никто вам не мешает, вы можете делать в минус одну ступень, и в минус две ступени снимать, никто вам не мешает, вы просто будете себе стрелять в ногу, делая некачественные фотографии, потому что уровень шумов будет у вас резко возрастать при обработке этих фотографий, потому что вытягивание фотографии из темной порождает очень сильные шумы, а убирание фотографии из светлой в темную эти шумы уменьшает. Про это мы с вами говорим обычно на курсе основы фотографий. Вот про это я все рассказываю и показываю на примерах и на пальцах, про это говорю. Ну, это основа. Поэтому один раз можно недоэкспонировать, посмотреть, что там со светом, как он там ложится, а потом вернуть назад к нормальному экспонированию и сделать нормальные кадры, тогда будет все хорошо, понятно. Надеюсь, ответил на ваш вопрос, Михаил. Вот, хорошо. Всем был очень рад вас видеть, очень здорово и приятно увидеть знакомые имена. Надеюсь, что мы еще с вами увидимся, скоро у нас будет еще один стрим. Мы тоже будем работы мастеров смотреть, не только по свету там будем смотреть, еще будем говорить там про композицию, будем говорить, там будем еще говорить про цвет, тоже будем говорить много и тоже будем смотреть работы мастеров. То есть отчасти будет и про свет, там будет повтор этой части, ну, в том числе и будет и про цвет, и про композицию, и про смыслы. Мы с вами тоже поговорим и к этой теме еще вернемся. будет ли все-таки курс поню спрашивает мариф вопрос вопрос администрации чувака вот вы спрашиваете меня я-то чего я только за я готов вопрос администрации будет ли или не будет ли это вопрос я же говорил как сделать так чтобы этот вопрос был не только на стримах мне сдался вывода съесть как называется отзывы отзывы вы можете писать отзывы то есть у вас есть прям вот на страничке где вы записывались есть отзыв и вы можете написать мне бы хотел мне уже чем там спасибо здорово или спасибо все было очень плохо может написать что угодно самом деле у нас не модерируется темы на поэтому если считает что плохо но может написать что плохо но если считает что хорошо может написать что хорошо и написать спасибо мне там понравилось не понравилось а где когда будут курсы вот такие то мы хотели бы вот это мы хотели бы вот вы можете написать это будет как раз но с точки зрения руководства нибудь смотреть и говорит ого смотрите много запросов надо делать вот вот как с практикой на вашем курсе по онлайн студент не мой это к алексею давгуле вопрос с практикой там нужно идти в студию снимать насколько я знаю вот нужно идти фотографировать самостоятельно брать в руки фотоаппарат то есть он вам что-то рассказывает показывает говорит как нужно делать вы берете фотоаппарат идете в студии снимаете самостоятельно потом приносите домашней работы говорит я сделал он говорит ну молодец вот здесь хорошо здесь плохо и ну я так представляю себе что это вот так будет происходить вот поэтому я рекомендую к вам обратиться туда вот ну что вот и чтобы вы образовывали становились умнее лучше выше сильнее и круче ну вот марина тоже спасибо вот захотите к антону вот какая камера необходим для практических занятий 5d мр3 да вполне прекрасно объектив но это вам нужно смотря какие вы занятия про какие вы говорите если самостоятельно любая камера подходит если вы хотите на какой-то курс конкретный так вы напишите на какой курс про мои на основу фотографии подойдет любой и объектив любой тоже может подойти ну лучше конечно зум какой не знаю там типа 24 105 взять универсально это будет самый идеальный вариант вот если нету зума ничего страшного можно их взять для меня не так важно на моих курсах объектив потому что ну универсальный объектив 24 70 например 24 105 прекрасно перекроет ваши задачи все вот 18 55 подойдет да для обучения подойдет дальше уже потом можно смотреть что вам не хватает по жизни на что вам хочется больше там потратиться и если финансы уже можно потом обсуждать а для обучения 18 55 подойдет но для марк 3 не подойдет потому что это крупный объектив на марк 3 24 70 даже со светосилой 4 прекрасно подойдет вот и и и и и и вот и вот эти моменты так что безымянный пользователь с любым фотоаппаратом вы можете на перевес ко мне приходите обучаться надеюсь того момента когда вы придете ко мне на курс вы будете уже не безымянный пользователь будете я смогу вас по имени как-то захотят по имени хотя безымянный пользователь тоже прикольно мне по крайне нравится я очень люблю такие такие регистрации там сложность возникает когда начинаешь уже там все это обсуждать вот ну вроде как все мы с вами обсудили приходите будет скоро следующий стрим будем смотреть работы мастеров разбирает смотреть внимательно изучают что они там наколбасили мы будем с этим совсем разбираться тем творчеством пытаться понять для чего нам это нужно и как этот чемоданчик с ручкой на лучше нести все счастливо удачи на этом заканчиваем администратор михаил нам поможет закрыть нам это собрание вот потому что я к сожалению это не смогу спасибо большое было рад вас всех Wet's pienство прекрасно EM bolts к с карты под карты это Rich карты и ин Продолжение следует...